Раз в неделю на улице Акации в определенном месте собирались частные машины. Каждый, у кого был собственный кар, мог встать в очередь за головной машиной. Когда набиралось 20 машин, головной кар трогался, остальные ехали за ним. Машины мчались, минуя городские окраины. Отъехав километров сто или двести, часа через полтора, Вереница останавливалась где-нибудь в лесу и, выбрав полянку в самой гуще, начинала оргию. Женщины выбирали себе мужчин и уходили с ними вглубь леса. И все это были люди, незнакомые между собой, искавшие острых грубых наслаждений, на миг сближавшиеся в холодном рассудочном разврате и потом расходившиеся навсегда. Если бы на другой день такой участник Портуза, встретив ту даму, с которой он познакомился в лесу, осмелился ей поклониться, она, разумеется, никогда не ответила бы на его поклон. Все это были люди богатого, насквозь прогнившего класса. Мужья, давно остывшие к женам, любовники, надоевшие друг другу. Просто присыщенные люди. В больших кафе на верандах, прямо на улице, с утра до ночи сидели одинокие женщины и ждали клиента. У Вербера на Мадлен, у Фуркетца и в Куполе на Монпарнасе и в Бестро на Клеши, на Пигале, всюду сидели тысячи женщин, предлагавших свои услуги мужчинам. Целые кварталы, как бульвар Себастополь, знаменитая улица Шебане и другие, были заполнены домами свиданий, где за разные цены, от десяти до тысячи франков, показывались всевозможные извращенности и уродства, от которых волосы шевелились на голове. Их посещали любопытные туристы, которым хотелось узнать Париж до самых глубин. Удушливый сладковатый запах тления, какая-то странная смесь духов, бензина и падали, носился над Парижем. На Ко-де-Азюр, в Ницце, в Антибе, в Ментоне, где в течение столетий выращивались изумительные по красоте и запаху розы, гвоздики, фиалки, производство упало до минимума. Духи не делали больше из цветов. Старые парфюмеры сидели без работы. Их заменили химики. Большие дома платьев выпускали свои духи, составленные химическим способом. Цветы им были не нужны. В духи шли странные и неожиданные составы. И в самые дорогие из них шел, например, пометка шалота. Витрины огромных магазинов, таких как Опрентан или галерии Лафайет, были уставлены новой мебелью, стилем модерн, комфортабельной, простой, но странно голой. Знаменитая французская актриса Режанс, квартира которой с мебелью Луи XV, фарфором, старыми гравюрами и кроватью, на которой спала Мария Антуанетта, оценивалась в миллионы франков, вдруг назначила у себя аукцион. — Мне надоело прошлое. Меня душит эта пыль веков, — заявила она недоумевающим журналистам. — Вся эта обстановка старит меня. Я хочу жить. Я продам всю эту рухлядь и возьму себе светлую квартиру. — Жить, жить, жить! — кричали газеты, журналы, магазины, выставки. Жить во что бы то ни стало, ни в чем себе не отказывая. На улице Муфтар, в подвале на задворках среди мусорных ям и развалин, помещался кабак, особенно посещаемый туристами, желающими узнать дно Парижа. Их приводили туда кукины дети, от слова «Кук» агентство для туристов, гиды, часто после спектаклей «Гранд-Опера» во фраках и вечерних туалетах. Там собирались опаши, воры, проститутки. Хозяйкой была старая, седая, бывшая светская львица, опустившаяся до самого дна, с манерами хозяйки публичного дома и хриплым голосом. Там танцевали под гармошку «Жава», пили, хохотали, пели. Полуголые растрепанные женщины извивались в непристойных телодвижениях, танцуя с сутенерами и ворами. Тусклые керосиновые лампы освещали грязные потолки, столы и грубые скамьи. Внезапно, в разгар веселья, начинался скандал. Бутылки, стаканы, столы, все летело в воздух. В руках у А. Паши сверкали ножи. Кто-то разбивал бутылкой лампу, наступала темнота, неслись стоны и крики. Убили, убили женщину, полиция, полиция! Резкий свисток оглашал воздух. Испуганных англичан и американцев выводили тайком через задние дворы. Они были в восторге и ужасе. Они видели настоящее дно. Когда они уходили, зажигался свет, и все эти А. Паши, воры и убийцы спокойно разгримировались и шли к львице, тоже разгримировавшейся, получать свой разовый гонорар. Это были актеры из маленьких театров, а сама львица была актрисой из Одеона. Вся эта комедия разыгрывалась для переживаний доверчивых иностранцев. Так жил и веселился Париж. Правда, где-то на заводах, шахтах и фабриках рабочие поднимали голос, требуя защиты труда и социальных реформ. Газета «Юманите» орган коммунистов увеличивала свой тираж. Время от времени разражался блестящей речью на выборах Марсель Кашен, громил буржуазию Торрес. На демонстрациях пели Марсель Езу, но все это тонуло в общем благодушии. А на окраинах жили люди, собственно, не жили, а существовали каким-то непонятным образом. По дороге в Наи или Венцен тянулись целые кварталы жалких лачуг, сколоченных из каких-то ящиков, кусков ржавой жести, соломы, с дырками окон, заткнутых тряпками, обклеенными старыми афишами и газетами. На веревках сушилось грязное тряпье, полуголые черные дети копались в мусорных кучах. Дорогие лимузины равнодушно проносились мимо. Сидевшие в них брезгливо морщились и недоумевали, как это можно было допустить в Париже, в самом центре страны, деревни нищих. В киосках на бульварах можно было купить советские газеты, правду или известие. Шрифт был мелкий, убористый, деловой. Какие-то резолюции, отчеты, указы. Читать было скучно. Сенсаций никаких, люди строят, хлопочут, работа кипит, пишут только самое важное, деловое, необходимое. А парижскую газету развернешь. Сенсация за сенсацией. Президент вылетел из окна вагона. И насмешливый Аминадо уже пишет. Где еще в подлунном мире из вагонного окошка вылетают президенты в полосатых пижамах? Виолетт Нозьер отравил отца, чтобы получить страховую премию. Семнадцатилетняя убийца содержала своего любовника. Миллионер, спичечный король Ивар Крегер бросился с аэроплана. Какой-то русский Иван Горгулов пустил пулю в президента республики Поля Думера. Дальше идут описания убийства, допросы свидетелей. Почему вы это сделали? Месть большевикам, чтобы обратить внимание. На что, на кого, бред какой-то. Разложение гнилой Запад, писали советские газеты. Мы хохотали. Мы от души смеялись над этими отсталыми советскими взглядами. Сами жрут воблу, а еще нас учат. Это мы-то гнилые. Как вам нравится? Мы европейцы? Парижане? Соль мира? Берегите складку на брюках русской эмиграции. Издеваясь, вещал Аминадо. И мы берегли, тянулись из последнего. Покупали на распродажах. Расшикарные платья женам. Обзаводились смокингами. Засовывали гвоздички в петлички. О родине тосковали, но как-то платонически. Вспоминали березки, белые ночи, былой блеск, богатство, кто что. Говорили нескончаемо, но точно о покойнике. Было, мол, и умерло. Правда, писалось о России много. Последние новости и возрождение ежедневно закатывали всякие сенсации о расстрелах, голоде, бунтах, в армии и прочем. Неутомимый Милюков, умный, сухой и властный, крепко держал в руках бразды правления либеральной эмиграции. Он неутомимо читал лекции о каких-то сдвигах, термидоре, о неизбежном поправении большевиков, обещая скорое возвращение домой. Тонко и нудно жужжала пёсья муха Кускова. Рассказывая из писем очевидцев и рижских сообщений о недовольстве советской молодёжи, о падении роста комсомола. Делала подсчёты, выводы, заклинала. Но лекции пустовали. От Кусковской отмахивались, Керенскому не верили, не могли простить ему костюм сестры милосердия. Милюкова называли сумасшедшим шарманщиком из моей песни. И серьёзно уговаривали меня, что эту песню я написал о нём. Ходили только на вечеринки землячества и на панихиды. И тот же Аминадо писал, живём, бредём и медленно сидеем, плетёмся переулками пасти и скоро совершенно обалдеем от способов спасения Руси. Шли годы изгнания. Хотя, собственно говоря, нас ведь никто не изгонял, а изгонялись мы сами. Шум великого вечного города на время как бы оглушил нас. Но чем дольше жили мы в эмиграции, тем яснее становилось каждому, что никакой жизни вне Родины построить нельзя и быть её не может. Особенно остро чувствовали свою оторванность поэты и писатели. Дмитрий Мережковский, маленький, лёгкий, весь высохший, как мумия, один дух, целиком ушёл в мистику. «Бедность, чужбина, немощь и старость, четверо, четверо, все вы со мной», — писал он незадолго до смерти, уже приготовившийся к ней. «Скоро скажу я с улыбкой сыновней. Здравствуй, родимая смерть!» Зинаида Гиппиус писала злые статьи. Криво улыбаясь, она язвительно разоблачала современное искусство. Молодёжи не понимала и не любила. Иван Бунин почти ничего не писал. Нобелевская премия, присуждённая ему в последние годы, поддержала на некоторое время его дух. Он съездил в турне по Европе, побывал на Балканах, в Прибалтике, на всех путях русского рассеяния. И потом замолкал. Эта премия вызвала большие толки. Некоторые считали, что её надо было дать Мережковскому, другие Куприну и так далее. Куприн вначале пробовал было писать рассказы, черпая материалы и сюжеты из окружающей среды. Но кого мог интересовать французский быт? Французы его не читали, а русским это было неинтересно. Жить ему становилось всё труднее. Заработки в газетах были невелики, пришлось открыть переплётную мастерскую. Работала она слабо, да и к тому же он стал видеть хуже и хуже, и в конце концов почти ослеп. Его дочь Киса, красивая и даровитая девушка, снималась немного во французском кино, помогая родным, и мечтала о возвращении на родину. Когда Куприн уехал в СССР, поднялась целая буря. Одни ругали его, бесцеремонно называли предателем белого дела. Другие, более сдержанные, лицемерно жалели Куприна, ссылаясь на его болезнь и преклонный возраст. Такой же бури ещё раньше был отмечен отъезд Алексея Толстого, с той только разницей, что ему тогда не находили никаких оправданий. Это понятно. Из увядающего букета цветов русского зарубежного искусства был вырван самый яркий, самый живой цветок. Толстой поступил умно и благородно, вернувшись на родину полным сил в самом расцвете своего огромного таланта. И его голос, ясный и убедительный, загремел издалека из той страны, в которую многим уже не было возврата, а крепшим, молодым, сильным. Милая, талантливая Тэффи выпустила две или три книги рассказов. Её свежее и незаурядное дарование долго боролось с надвигавшимися сумерками. Она ещё умела смеяться сквозь слёзы, но постепенно смех почти исчез из её творчества, и уже только одни холодные слёзы застилали глаза. Упрямо боролся с одолевавшим всех оцепенением Борис Зайцев. Время от времени появлялись его романы, написанные на наши местные темы. В них он описывал надоевшее нам самим наше иммигрантское житьё-бытьё. Где-то в Германии начал писать Сирин, Набоков, уже совершенно не связанный с Россией и почти чужой. Его романы были увлекательны, как фильмовые сценарии, и абсолютно вненациональны. Ещё хуже обстояло дело с поэзией. Поэты острее и больнее чувствовали свою оторванность, бесполезность и ненужность в этом огромном чужом городе. Самый яркий из них Георгий Иванов, современник Блока, Брюцева, Белого, Анны Ахматовой, писал стихи совершенно безнадёжные, проникнутые таким глубоким отчаянием, такой безысходной тоской, что читать их было и больно, и грустно. Хорошо, что нет царя, хорошо, что нет России, хорошо, что Бога нет, только мёртвая заря, только звёзды ледяные, только миллионы лет. Хорошо, что ничего, хорошо, что никого, так черно и так мертво, что чернее быть не может и мертвее не бывать, что никто нам не поможет и не надо помогать. Такой же болью и отчаянием звучали стихи Владислава Ходосеевича, тосковавшего по родине и умершего на чужбине. Да, меня не пантера прыжками на парижский чердак загнала, и Вергилия нет за плечами, только есть одиночество в раме, говорящего правду стекла. Величественный образ далёкой, покинутой и уже недоступной родины неустанно преследовал зарубежных русских поэтов. Георгий Адамович с тоской и мукой вопрошал. Когда мы в Россию вернёмся, о Гамлет Восточный, когда? Пешком по размытым дорогам, в стоградусные холода, без всяких коней и триумфов, без всяких там криков, пешком, но только, наверное, знать бы, что вовремя мы добредём. Гамлетом он называл Сталина. Талантливый Давид Кнут писал о том, что дни мои глухонемые, о том, что ночью я порой в аду, о том, что ночью снится мне Россия, который днём дороги не найду. В сумасшедшем доме умирал знаменитый когда-то Константин Бальмонт, в бреду призывавший родину. Владимир Смоленский, молодой и очень интересный поэт, писал трагически безнадёжные стихи. В самом расцвете своего оригинального дарования умер подававший большие надежды Поплавский. Потухали, гибли на чужой земле яркие дарования писателей и поэтов, оторвавшихся от родной почвы. Иногда в Париж приезжали писатели из Советского Союза. Я помню в начале эмиграции приезд Владимира Маяковского. Я мельком видел его несколько раз в Ротонде на Омон-Парнасе. Приезжали Всеволод Иванов, только что выпустивший в свет свои голубые пески, Лев Никулин, Борис Лавренёв, рассказ которого 41-й, в то время наделал много шуму в эмиграции и особенно в её литературных кругах. Проезжали мимо Ильф и Петров. Но все они сторонились нас, эмигрантов, и войти в общение с ними так и не пришлось. Всё же иные из них, люди моего выпуска Богемы, если так можно выразиться, с которыми я начинал свою карьеру когда-то в Москве, разыскали меня, навестили и немного рассказали о той жизни и стройке, которая шла на Родине. Эти редкие встречи только подчёркивали нашу отчуждённость. Мы уже потеряли общий язык и плохо понимали друг друга. Точно это были люди с другой планеты. От них веяло какой-то новой силой, новой энергией, которой у нас не было и не могло быть. Они посмеивались над нашим гнилым западом, и это раздражало нас, парижан, порождая неприязнь и отчуждённость. В свою очередь, нам они казались провинциалами, деревенскими, отсталыми людьми. Эрмитаж на Камартеле был таким рестораном, где рано или поздно встречались все. Очень дорогой и шикарный, созданный исключительно для иностранцев, которых интересовало всё русское. Он, конечно, был русским постольку поскольку, вернее, таким русским, как себе представляли русские иностранцы. Вроде тех русских фильмов, которые фабрикуются в Голливуде с великими князьями в главных ролях, с роковыми женщинами, какими-нибудь принцесс Сония или Тания, с ковьяр Рюс и прочей развесистой клюквой. Князья у нас были собственного завода. Их насчитывалось человек восемь. Они служили танцорами, жиголо и на меньший титул не соглашались. Только один, самый маленький и захудалый, поступивший в Эрмитаж по протакции хорошего гостя, согласился стать бароном. Принцессы сидели на красных бархатных диванах в ожидании клиента. Балалайки заливались в оркестре в руках у веселых парней, разодетых в малиновые, зеленые и желтые рубашки с золотыми позументами. А ковьяр стояла на белом столе прямо при входе в зал. Кроме балалайшников было еще два оркестра – джаз и танго. Джазом дирижировал знаменитый Тед Льюис, а танго управляли не менее знаменитые Эммануэль Пизарро или Бьянко Пачиша. Их оркестры менялись. Гостям подавались кулебяки, растягайи, зернистая икра, рябчики, котлеты де воляй, лилось шампанское, оркестру и танцорам швырялись тысячи. Американцы, как добрые Санта-Клаусы, покровительствовали потерпевшим от революции принцессам. Старые американки, до горла увешанные бриллиантами, усыновляли подозрительных молодых людей с дурными наклонностями и водили их за собой, как баллонок на цепочке. Во время тиданцев – тиданс, пятичасовой чай с танцами – эти юноши крутили своих старушек по паркету, жалобно заглядывая в глаза молодым французским девочкам, которые приходили потанцевать со своими жиголо. Вечером водили своих старух в театры, ночью пили с ними шампанское и опять танцевали. Вид у них был замученный, как у католических девственниц. Кто только не бывал в этом Эрмитаже! Банкиры, министры, крупные дельцы, знаменитости. Программа состояла из лучших артистов – русских или иностранных. Туда однажды я привез из кабачка Джокей на Монпарнасе маленькую красивую француженку, которая пела там за 25 франков в день. Мне понравился ее голосок и манера пения, и я уговорил хозяина Эрмитажа Рыжакова взять ее к нам. К сожалению, она не понравилась ему, и он скоро ей отказал. А через три года он сам платил ей 20 тысяч за один вечер. Это была знаменитая впоследствии Люсьен Буайе. Пел Юрий Морфесси, все еще жизнерадостный, хотя и посидевший. Пела одно время Тамара Грузинская, приезжавшая из Советского Союза. Пела Плевицкая. Каждый вечер ее привозил и увозил на маленькой машине тоже маленький генерал Скоблин. Ничем особенным он не отличался. Довольно скромный и даже застенчивый, он скорее выглядел забитым мужем у такой энергичной и волевой женщины, как Плевицкая. И тем более странной показалась нам его загадочная роль в таинственном исчезновении генералов Кутепова и Миллера. Это было особенно загадочно потому, что и с семьей Кутепова, и с семьей Миллера, Плевицкая и Скоблин очень дружили еще со времен Галлиполи, где Плевицкая жила со своим мужем и часто выступала. В течение трех-четырех лет, ежегодно после концертных турне по Европе, я приезжал к сезону в Париж и пел в Эрмитаже. За это время мимо меня прошло много людей, ярко заметных на европейском горизонте. Со многими из них я был знаком, других наблюдал издали. Кабак — большая и страшная школа. Кабак многому меня научил, я бы сказал, даже закалил. Актеру нелегко фиксировать на себе одном все внимание в кабаке, где люди пьют, едят, стучат ножами и вилками, разговаривают и часто не слушают вас. Какую энергию, какую внутреннюю силу тратит актер на то, чтобы подчинить себе эту дезорганизованную аудиторию? Кабацкую школу могут выдержать очень немногие. И для того, кто может владеть толпой в кабаке, сцена уже отдых, удовольствие. После многих лет такой работы я пел свои концерты уже шутя, не волнуясь, даже не уставая от них. Среди танцоров Эрмитажа, среди всех наших князей, на честное слово, был один настоящий князь. Николай Карагеоргиевич, двоюродный или троюродный брат сербского короля Александра. Очень красивый и неглупый молодой человек, уже скатившийся вниз с верхних ступеней жизненной лестницы. Он получил образование в России, сербов своих не знал и не любил, и родиной считал Россию. Это был беспутный, но очень добрый и благородный юноша, которого страсть к наркотикам довела до положения жигало. Он колол себе Морфий и не мог жить без него. Иногда его спасала на время какая-нибудь женщина. Он бросал Морфий, но через полгода-год он срывался снова, и все продолжалось по-старому. С ним бывали невероятные случаи. Два или три раза он был женат на миллионершах. В Сербии несколько раз подготовляли заговоры для того, чтобы посадить его на престол, назначались дни его отъезда туда, все было готово, чтобы начать переворот. Но он неизменно просыпал эти моменты где-нибудь в кабаке. Его не могли отыскать, и мятеж откладывался до отрезвления короля, которое приходило иногда очень нескоро. Однажды его подняли зимой на улицы и отвезли в морг. Из вечерних газет мы узнали о его смерти. Служащие эрмитажи собрали деньги на венок, и утром прочли в газете о часе и месте первой панихиды. Вечером во время моего выступления открылась дверь, и покойник, как ни в чем не бывало, вошел в зал. Я подавился словом песни и чуть не упал от испуга. Оркестранты побросали инструменты. Оказалось, что его положили в морг холодным и без признаков жизни. С остановившимся от чрезмерной дозы морфия сердцем. Ночью он пришел в себя. «Просыпаюсь», — рассказывал он, — «в каком-то месте, и не могу понять, где я. На мне белая простыня, вокруг меня лежат какие-то люди и тоже спят. Я сел, захотелось закурить. Папиросы нашел в кармане, а спичек нет. Я слез со своего ложа, подошел к соседу, дернул за простыню. «Дайте, говорю, спичку, пожалуйста, закурить». Молчит. Я к другому. Молчание. Я сел на цинковый стол и вдруг понял, что я в морге. Значит, меня приняли за мертвого, а я ночью от холода проснулся. Я бросился к окну. Смотрю открыто. Я прыгнул в сад и бегом. А навстречу журналисты, фотографы. Не знаете, где тут князь Кара Георгиевич лежит? А вот, говорю, в том флигеле направо. И убежал. Мы чуть с ума не сошли от его рассказа. Умер он года через два в Ницце от того же Морфия. Артистическая «Богема» была представлена в Париже очень ярко. Но делилась она на две категории – профессионалов и любителей. В число профессионалов входили артисты оперы, балета и концертной эстрады. Кроме того, была целая драматическая труппа, составленная из артистов МХТ. Попавших с эвакуации за границу, известная под названием «Пражской труппы». Эта труппа одно время работала в Чехословакии, Болгарии и Сербии. Затем часть артистов вернулась в Советский Союз, часть разъехалась по другим странам. Кое-кто попал в Ригу, где был настоящий сезонный русский драматический театр в течение целого ряда лет. В Париже остатки этой труппы давали время от времени спектакли, которые очень охотно посещались публикой. Благодаря этим спектаклям мы смогли познакомиться с пьесами советских драматургов, о которых мы даже не имели представления. Мы видели «Чужого ребенка» Шкваркина и от души хохотали, видели «Дни турбиных» Булгакова, пьесу, которая заставила задуматься над своим положением многих отвоевавших и уже никому не нужных людей. Видели квадратуру «Круга» Валентина Катаева, «Врагов» Лавринева, «Заговор императрицы» Толстого и Щеголева и много других пьес. Оперная деятельность была представлена целым рядом больших спектаклей, то в театре «Шанс Елизе» с участием Федора Ивановича Шаляпина, то в других театрах. Несколько лет подряд большая оперная труппа под руководством Церетели гастролировала по всей Европе, потрясая сердца испанцев, французов и англичан красотой музыки Мусоргского, Римского-Корсакова, Бородина, Чайковского. Огромное место в артистической жизни Парижа занимал балет. В начале он был раздроблен, и существовало несколько балетных группировок. Потом ярко определилась лидирующая труппа, известная под названием «Балета Монте-Карло». Эта труппа субсидировалась муниципальными властями Монте-Карло в течение ряда лет. В составе ее были Леонид Мясин, Жорж Баланчин, Войцеховский, Немчинова, Маргарита Фроман, сперва долго выступавшая в Королевском театре в Белграде, и целый ряд очень сильных молодых танцовщиков и балерин, подготовленных уже в эмиграции такими педагогами, как Кшесинская, Николаева, Легат и другие. Кшесинская создала изумительную Татьяну Рябушинскую, легкую, эфемерную, танцующий дух, как ее называла публика. У Легата училась обаятная Баронова, необыкновенно женственная и нежная Туманова. Появился очень яркий и характерный танцовщик Давид Лишин, гибкий и стройный, с лицом и прыжками юного Фавна, талантливый Борис Князев и другие. Кроме того, совершенно отдельно гастролировали часто со своими собственными труппами такие звезды, как Анна Павлова, Тамара Корсавина, Михаил Фокин, Вера Карали, Александр и Клотильда Сахарова и другие. Эти спектакли покоряли Париж. Я посещал их все. Со многими из артистов встречался. Я помню, например, премьеру балета Монте-Карло в Париже, где мое место случайно оказалось рядом с Кшесинской и князем Андреем Владимировичем, ее мужем. Спектакль был большой художественной радостью. Начиная от декораций костюмов, написанных гениальным Пикассо, до музыки Равеля, Стравинского и Прокофьева, все было необычайно. Когда на сцене появилась юная Рябушинская, в светло-серой длинной классической пачке с розовым венчиком на голове, легкая, бестелесная, неземная, воистину, какой-то дух божий, а не балерина, у меня захватило дыхание. Она танцевала голубой дунай. Когда она кончила и зал задрожал от аплодисментов, я обернулся. Кшесинская плакала, закрыв рот платком. Ее плечи содрогались. Я взял ее за руку. «Что с вами?» спросил я. «Ах, милый Вертинский, ведь это же моя юность танцует, моя жизнь, мои ушедшие годы. Все, что я умела и чего не смогла, я вложила в эту девочку. Всю себя, понимаете? У меня больше ничего не осталось». В антракте за кулисами она сидела в кресле и гладила свою ученицу по голове, а Таня Рябушинская, присев на полу, целовала ей руки. «Вы правы, милый», как-то сказала она на одном из моих концертов. «Надо жить, не надо вспоминать». С Анной Павловой я встретился в Эрмитаже. После ее спектакля в том же театре Шан-Юлезе она приехала со своим импресарио ужинать ко мне. «Я приеду к вам в Эрмитаж, дорогой», сказала она за кулисами, «чтобы удовлетворить мой духовный голод, послушать вас. И мой физический тоже, потому что я голодна и ничего не ем в день спектакля». Спектакль произвел на меня грустное впечатление. Правда, народу было множество и принимали ее восторженно, но аплодировали уже явно за прошлое. Павлова была не та. Как ни больно, как ни грустно, но все мы, актеры, смертные люди и имеем свои сроки. Наши таланты с годами гаснут, увядают, отцветают. В этом большая трагедия актера. Правда, одно всегда остается с актером до конца его карьеры, это его мастерство. Но разве можно мастерство, то есть рассудочность, техника, школа, заменить ушедший темперамент, вдохновение, взлет, восторг, интуицию? Актер это вообще счастливое сочетание тех или иных данных и способностей. Актер это аккорд. И если хоть одна нота в этом аккорде не звучит, аккорда нет и не может быть. Стало быть, нет и актера. Если бы у Шаляпина, например, был толстый живот и короткие ноги, он никогда не достиг бы той вершины славы, которая у него была. А ведь, кажется, при чем тут рост или живот? Однако, это очень важно. Актер должен быть по возможности совершенен. Во всяком случае, он должен обладать максимумом сценических данных. Когда актер стареет, у него стареет большей частью тела. Душа же часто остается той же юной и горячей, как в дни его расцвета. «Дым стелется, след остается и полную грудью поется, когда уже не о чем петь», говорил Георгий Адамович в одном из своих стихотворений. И это, к сожалению, так. Из божественного аккорда сценических сочетаний великой Анны Павловой выпало несколько очень заметных нот. Прежде всего, внешность. Она постарела, как бы усохла вся. Ее фигура потеряла свою воздушность, свою надземность. Это была, скорее, аскетическая фигура монахини, истязующей свою плоть, чем танцовщицы. Ее усталое, переработавшееся тело актрисы утратила эластичность и только привычно отзывалась на все посылы его обладательницы. Она как бы показывала, как нужно танцевать, но не танцевала. После спектакля у меня в Эрмитаже мы ужинали втроем и сначала говорили о модных танцах. «Это увлечение собственной походкой», сказала Павлова. «Я совершенно не понимаю их и не умею их танцевать», улыбаясь, добавила она. «А вы умеете?» неожиданно задала она вопрос. «Я умел, я предложил ей потанцевать со мной. Мы выбрали танго и сошли на паркет. Она держалась прямо, по балетному, и старательно повторяла мои движения. Я рассмеялся. «Чему вы смеетесь?» спросила она. «Мне странно, что я учу Анну Павлову танцевать», отвечал я. Она улыбнулась. Мы сели за стол и продолжили разговор. Говорили об Англии. Она рассказывала о своем доме в Лондоне, о своем парке, о пруде с лебедями, о газоне, который стригут два раза в неделю. И вдруг замолчала. «Вы тоскуете по России?» тихо спросил я. «Ужасно, мой друг, ужасно! До бессонницы, до слез, до головной боли, до отчаяния тоскую!» «Я мерзну в этой холодной и чужой стране», тихо сказала она. «Все, не задумываясь, я отдала бы за маленькую дачку с нашей русской травой и березками где-нибудь под Москвой или Петроградом». На другой день она уехала в Англию. Вскоре после этого пришло известие о ее смерти. С Тамарой Корсавиной мы повстречались в Варшаве. Однажды во время моих гастролей там почти одновременно появились на афишных столбах и ее анонсы. До этого я видел ее афиши в Берлине и в Вене, но она уехала до моего приезда и повидать ее я не успел. Немцы называли ее Дикорсавина, так пишут имена, ставшие уже нарицательными. В Варшаве на гастроли Корсавиной моментально были раскуплены все билеты. Приехала она с Петром Владимировым, знаменитым в свое время танцовщиком, партнером многих петербургских балетных звезд. Она была еще красива по-прежнему, но годы скитаний уже положили следы на ее прекрасное лицо. Усталость чувствовалась в ее танцах. Я заметил это на первом же спектакле. За кулисами в уборной, только что переодевшись в костюм умирающего лебедя, она встретила меня бурно и радостно. Но, наконец, хоть одно родное лицо! Я так рада, милый, что вы здесь! Надоели мне чужие лица! Ни одного человека с родины! Она взяла меня за руки и, заглядывая в глаза, быстро заговорила. После спектакля вместе будем ужинать? Вы не уйдете? Пожалуйста! Вспомним Питер, а, как жили! А теперь ничего, все потеряли. Пароходы, вагоны, рыло какие-то свиные. Я только что из Германии. Пожалуйста! Ну, идите, уже звонок! В маленьком европейском ресторане, усланном красными пушистыми коврами, мы сидели втроем в углу за пальмами, я, она и Владимиров, и говорили безумолку. Если кончал говорить один, начинал другой. О родных театрах, об актерах, о спектаклях, о живых и мертвых друзьях. Иногда она брала мою руку и держала ее, рассказывая о чем-нибудь нежном и дорогом для нас обоих, точно боясь, что я уйду, не дослушав ее рассказы. Тихо потрескивали зажженные канделябры. Я нарочно выбрал такой старомодный и нешумный ресторан, чтобы никто не мешал нам разговаривать. Где-то далеко в конце зала тихо звенели гавайские гитары. Я тихонько напел ей песню на стихи Георгия Иванова. Над розовым морем вставала луна. Корсавина молчала, слезы струились по ее лицу. «Как вы думаете, Саша, вернемся мы когда-нибудь на родину?» Получив уже два раза отказ на мои просьбы о возвращении, я уже не верил, но мне не хотелось ее огорчать. «Если заслужим», сказал я. Мы помолчали. «Мне бы только в театр», сказала она, «в наш театр, хоть костюмершей, хоть кассиршей?» А мне бы хоть капельдинером попробовал пошутить Владимиров. Никто не улыбнулся. Гасли свечи, оркестр прятал инструменты, рояль накрывали как покойника чем-то черным. Было невыразимо грустно. Я поцеловал ей руку, и мы расстались. На парижском балетном горизонте самой интересной фигурой был, конечно, Сергей Лефарь. Его постановки в Гранд Опера, где он был балетмейстером, привлекали самую лучшую публику. На этих спектаклях можно было видеть весь цвет французской культуры. Лефарю удалось сгруппировать вокруг себя всю самую способную молодежь. Он занимался с молодыми по 6-8 часов в день, и в результате создал французский балет. Работа Лефаря была высоко оценена правительством. Он получил французское подданство и считался на государственной службе. Если не ошибаюсь, у него был даже орден почетного легиона, как у Шаляпина. Его триумфальные гастроли по Европе часто субсидировались государством. Лефарь реликвии он скупал у русской аристократии, иногда за очень большие деньги. Его коллекция представляла, видимо, большую ценность. «Все это потом подарю родине», говорил он, показывая нам драгоценные рукописи. Своим триумфом в других странах русский балет во многом обязан Дягилеву. Лефарь написал книгу «20 лет с Дягилевым», в которой шаг за шагом показал творческий путь этого интересного и смелого новатора. Книга была иллюстрирована рисунками лучших художников. Лефарь любил искусство и бережно относился ко всему, что с ним связано. На хорошие редкие книги не жалел никаких денег. Он был, пожалуй, ярче Фокина, даже ярче Нижинского. В частной жизни он был интересным собеседником, веселым партнером в компании, прекрасно играл на гитаре, знал очень старые уже забытые цыганские песни и мастерски пелых, еще держав в памяти те самые особые старо-цыганские аккорды, которыми аккомпанировали когда-то Варьи Паниной и ее братья. Твердо помнил все цыганские династии и точно разбирался в них. Имена всех этих Поляковых, Садовских, Масальских, Давыдовых он знал наизусть. Однажды на парадном спектакле в Парижской Гранд-Опера он отказался танцевать, потому что не поставили декорации, которые ему были нужны. На спектакле присутствовал президент республики, весь интерес был сосредоточен на выступлении Лифаря. Директор театра торопясь начал спектакль, предложил танцевать в сукнах. Лифарь категорически отказался. Тогда директор объявил об этом со сцены, получился скандал. Лифарю грозила отставка. На другой день его вызвали к президенту. Почему вы отказались выступать, спросил президент. Я слишком люблю и ценю свое искусство, чтобы унижать его такими халтурными выступлениями, на которые меня толкали. Но ваше выступление стояло в программе. На спектакле присутствовал весь дипломатический корпус. В какое положение вы поставили дирекцию? Я готов понести за это любое наказание. Упрямо отвечал Лифарь и протянул президенту прошение об отставке. Что же вы намерены делать, если я приму ваше прошение, спросил президент. Я буду работать шофером такси. Президент улыбнулся. Прошение не было принято, а директору гранд-опера объявлен выговор. Незабываемые вечера проводили мы с Иваном Мазжухиным в обществе Лифаря. Иногда с нами объединялся Федор Иванович Шаляпин, и тогда наши дружеские беседы тянулись до утра, не было сил расстаться. Как пел и плясал по-цыгански Лифарь, как рассказывал Шаляпин, как смешил Иван Мазжухин, показывая немое кино и вспоминая всякие уморительные эпизоды. Мазжухин приехал в Париж с труппой Ермольева из Ялты, где я снимался во время Гражданской войны, и сразу занял видное положение в фильмовом мире. В то время у французов кинематография была развита очень слабо, крупных артистических величин не было. Ермольев же работал с братьями Патте, и его знали в Париже, поэтому всю свою труппу, вывезенную из России, Ермольев влил в производство Патте. Русские актеры понравились, французы сразу полюбили Мазжухина, за несколько лет он достиг необычайного успеха. Картины с участием Мазжухина делали полные сборы. Наша встреча с ним в Париже была очень дружеской. Мы искренне обрадовались друг другу и уже почти не расставались на протяжении целого ряда лет. Благодаря Мазжухину я невольно втянулся в фильмовые круги Парижа. Все свободное от концертов время я снимался для кино вместе с ним то в Париже, то в Ницце, то в Берлине. Однажды в Ницце ко мне подошел во время работы невысокого роста человек, одетый в турецкий костюм и челму, снималась картина «Тысяча и одна ночь». «Узнаете меня?» спросил он. «Если бы это был даже мой родной брат, то, конечно, в таком наряде и гриме я бы все равно его не узнал». «Нет, простите, я Шкуро, генерал Шкуро, помните?» В одну секунду в памяти вспыхнул вечер. Екатерина Дарр, белые армии отступают Крыму. Концерт. Один из последних концертов на родине. Он уже окончен. Я разграммироваюсь, сидя перед зеркалом. В дверях уборной появляются два офицера в белых черкесках. Его превосходительство генерал Шкуро просит вас пожаловать к нему откушать после концерта. Отказываться нельзя. Я прошу обождать. Ночь у подъезда штабная машина. Через пять минут я вхожу в освещенный зал. За большими накрытыми столами офицеры его сотни. Трубачи играют встречу. Из-за стола подымается невысокий человек с красным лицом и серыми глазами. Господа офицеры, внимание! Александр Вертинский аплодисменты встречают меня. Меня сажают за его стол. Начинается разговор о песнях, о красных, о белых. Какая даль, какое прошлое! Я вспомнил, как гуляла его конница в золотом степу. Много крови зря пролил этот маленький человек. И какой крови! Понял ли он это хоть теперь? Экзотический грим восточного вельможи скрывал выражение моего лица. «Надо уметь проигрывать тоже», точно оправдываясь, протянул он, глядя куда-то в пространство. Свисток режиссера прервал наш разговор. Я резко повернулся и пошел на плато. Белым мертвым светом вспыхнули осветительные лампы, почти невидные при свете солнца. Смуглые рабы уже несли меня на носилках. Из премьеров в статисты, подумал я, из грозных генералов в бутафорские солдатики кино. Воистину судьба играет человеком. Его тоже позвали. Он быстро шел к своей лошади на ходу затягивая кушак. Всадники строились в ряды. Я до сих пор не знаю, любил ли Мазжухин свое искусство. Во всяком случае, он тяготился съемками. И даже на премьеру собственного фильма его нельзя было уговорить пойти. Зато во всем остальном он был живой и любознательный человек. От философских теорий до крестословиц его интересовало все. Необычайно общительный, большой шармер, веселый и остроумный он покорял всех. Мазжухин был широк, щедр, очень гостеприимен, радушен и даже расточителен. Он как бы не замечал денег. Целые банды приятелей и посторонних людей жили и кутили за его счет. В частых кутежах он платил за всех. Деньги уходили, но приходили новые. Жил он большей частью в отелях и когда у него собирались приятели и из магазинов присылали закуски и вина, ножа или вилки, например, у него никогда не было. Сардины вытаскивали из коробки крючком для застегивания ботинок, а салат накладывали рожком от тех же ботинок. Вино и коньяк пили из стакана для полоскания зубов. Ели прямо с бумаги, а купить хоть одну тарелку, нож и вилку ему не приходило в голову. Он был настоящей и неисправимой богемой, и никакие мои советы и уговоры на него не действовали. Иван буквально сжигал свою жизнь, точно предчувствуя ее кратковременность. Вино женщины и друзья это главное, что его интересовало. Потом книги. Он никого не любил, может быть, только меня немного, и то очень по-своему. У нас было много общего в характере, и в то же время мы были совершенно различны. Ты мой самый дорогой, самый любимый враг, полушитя полусерьезный, говорил он. Из Парижа Мазжухин попал в Америку, в Голливуде, где скупали знаменитости Европы как товар, им занимались мало. Американцам важно было снять с фильмового рынка звезду, чтобы пустить свои картины. Так они забрали всех лучших актеров Европы и сознательно портили их, проваливая у публики. Попав в Голливуд, актеры незаметно сходили на нет. Рынок заполняли только американские звезды. Когда Иван приехал в Голливуд, его выпустили в двух-трех неудачных картинах. Американская публика не взлюбила его. Он вернулся в Европу. Здесь он еще играл несколько лет то во Франции, то в Германии. Но карьера его уже шла к закату. Звуковое кино окончательно убило Мазжухина. Он не знал ни одного языка. Несколько попыток сыграть в звуковых фильмах не увенчались успехом. Да, кроме того, от слишком широкой жизни на лице его появились следы, скрыть которые не мог уже никакой грим. Он старел. Говорящему кино он пылал ненавистью. Я расстался с ним в 1934 году, уехав в концертное турне по Америке. Расстались мы холодно, поссорившись из-за пустяка. Больше я его не видел. Я был в Шанхае, когда пришло сильно запоздалое известие о том, что у Мазжухина скоротечная чахотка, что он лежит в бесплатной больнице, без сил, без средств, без друзей. Я собрал всех своих товарищей, шанхайских актеров, и мы устроили в Аркадии вечер, чтобы собрать Мазжухину деньги на лечение и переслать их в Париж. Шанхайская публика тепло отозвалась на мой призыв. Зал Аркадии был переполнен. В разгар баллов час ночи из редакции газеты нам сообщили, что Мазжухин скончался. Продолжать программу я уже не мог, меня душили слезы. Умирал Иван в Нее в Париже. Ни одного из его бесчисленных друзей и поклонников не было возле него. Пришли на похороны только цыгане, бродячие русские цыгане, певшие на Монпарнасе. С Федором Ивановичем Шаляпиным я не был лично знаком в России. Это понятно. Во времена его блистательного расцвета я был еще юношей. И когда стал актером, то встретиться не пришлось. Да кроме того, все мое пребывание на российской сцене продолжалось меньше трех лет. В 1920 году я был уже за границей, где и проходила моя дальнейшая театральная карьера. В 1927 году я приехал в Париж. Была весна. На бульварах цвели каштаны, на пляз де ла конкорд серебряными струями били фонтаны. Бойкие веселые цветочницы предлагали букетики пармских фиалок. Огромные толпы фланирующих парижан заполняли тротуары, террасы, кафе. Гирлянды уличных фонарей только что вспыхнули бледноватый голубым светом. Серневатое облако газолинового угара и острый запах духов стояли в воздухе. Каждая страна имеет свой особый запах, который вы ощущаете сразу при въезде в нее. Англия, например, пахнет дымом, каменным углем и лавандой. Америка газолином и сжженой резиной, Германия сигарами и пивом, Испания чесноком и розами, Япония копченой рыбой. Запах этот запоминается навсегда, и когда хочешь вспомнить страну, вспоминаешь ее запах. И только наша родина, необъятная и далекая, оставила на всю жизнь тысячи ароматов своих лугов, полей, лесов и степей. Итак, Париж пах духами. Я сидел на террасе парижского кафе Фукье и любовался городом. Он был необыкновенно красив в эти предвечерние часы, когда электричество еще не победило свет уходящего дня. Толпа шумела за столиками. Неожиданно все головы повернулись вправо. Из большой американской машины выходил высокий человек в светло-сером костюме. Он шел по тротуару, направляясь к кафе. Толпа сразу узнала его. Шаляпин, шаляпин пронеслось по столикам. Я оглянулся. Он стоял на фоне заката, огромный, великолепный, ни на кого не похожий, на две головы выше толпы, и, улыбаясь, разговаривал с кем-то. Его обступили, всем хотелось пожать ему руку. Меня охватило чувство гордости за него. Только Россия может создавать таких колоссов, подумал я. Сразу видно, что вошел наш, русский артист. У французов таких нет. Он точно памятник самому себе. Мне тоже захотелось подойти к Шаляпину и заговорить с ним. Я выждал время, подошел, представился. И с того дня, почти до самой его смерти, мы с Федором Ивановичем были друзьями. Выступления Шаляпина в Париже обставлялись оперной дирекцией Церетели с небывалой роскошью. Первым шел Борис Годунов. Как пел Шаляпин! Как страшен и жалок был он на сцене с призраком убитого царевича! Какой глубокой тоской и мукой звучали его слова «Скорби душа!» И когда в последнем акте он умирал, заживо отпеваемый церковным хором под звон колоколов, волнение и слезы душили зрителей. Люди привставали со своих мест, чтобы лучше видеть, слышать. Он умирал мятежный, все еще страшный, все еще великолепный, как смертельно раненый зверь. И публика рыдала, ловя его последние слова. Для меня лично опера немыслимо без Шаляпина. На авеню Дей-Эйла у Федора Ивановича был собственный дом. Три этажа квартир сдавались, а на четвертом жил он сам. Шаляпин очень гордился своим домом, хотя дохода он никакого не давал. Прямо при входе в гостиную висел его большой портрет в шубе на распашку в меховой шапке работы Кустодиева. В комнатах было много ковров и фотографий. В большой светлой столовой обычно после спектакля уже ждал накрытый стол, множество холодных блюд, вина, коньяки. Неизменно Федор Иванович угощал нас салатом с диковинным названием Рататуй. Что значило это слово никто не знал. Он любил волжско-камские словечки. Кроме вина и коньяка он ничего не пил. Поэтому и то и другое у него было в большом количестве из самых редких сортов. Он любил угощать знатоков. Особыми знатоками мы с Иваном Мазжухиным конечно не были, но притворялись знатоками довольно удачно. Его сыновья Борис и Федор редко сидели с нами. Борис был художником и работал много и упорно в своей мастерской, а Федор увлекся кино и мечтал о Голливуде, куда впоследствии и направился. Дочери уже повыходили замуж и жили отдельно, и только Даси, самая младшая, жила с отцом и матерью. Она была любимицей отца. Шаляпин любил семью и ничего не жалел для нее. А семья была немало, десять человек детей. Он работал для семьи. Три раза он зарабатывал себе состояние. Первый раз в царской России, это все осталось там после его отъезда, второй раз за границей. Объездив весь мир, получая большие гонорары, он был уже почти у цели. «Еще год-два попою и брошу», говорил он мне. Во имя этой идеи он работал не щадя своих сил. Гонорары его в то время были очень велики. Как-то возвратившись из Америки, он со смехом рассказывал нам один забавный эпизод, происшедший с ним, кажется, в Чикаго. Один из местных миллионеров давал большой прием у себя в саду. Желая доставить своим гостям удовольствие, миллионер решил пригласить Шаляпина. Заехав к нему в отель, он, познакомившись, осведомился о цене. Шаляпин спросил с него 10 тысяч долларов за выступление. Миллионера возмутила эта цифра. 10 тысяч за 2-3 романса? Это было поистине сказочно много. И вот чтобы сохранить лицо и чтобы задеть Шаляпина, он сказал, «Хорошо, я заплачу вам эту сумму, но в таком случае я не могу пригласить вас к себе в дом наравне с остальными гостями. Вы не будете моим гостем и не сможете сидеть за нашим столом. Вы будете петь в саду в кустах». Шаляпин рассмеялся и согласился. Назначенный вечер он нарочно приехал в самом скромном и старом своем костюме. Все равно меня никто не увидит. И пел, как ни в чем не бывало. Гости, бросив накрытый стол, кинулись в сад и, окружив в кустах Шаляпина, выражали ему свой восторг. Миллионер был посрамлен. А деньги Федор Иванович получил вперед. Иногда он начинал мечтать вслух. Вот землицу я купил в Тироле. Хорошо. Климат чудесный. Лес, горы, снег. На Россию похоже. Построй дом с колоннами и баню. Обязательно баню. Распарюсь и в снег. А снегу там много. Ты с Иваном ко мне приедешь отдыхать, ладно? И бар у меня будет. А ты знаешь, как я назову его? Бар-бар-бар. По-русски выходит варварский бар. Пить с утра будем, как скифы. У него была вилла в Сен-Жан-де-Плюс на юге Франции. Но он не любил ее. Шаляпина тянула к родным берегам Волги. И он искал в Европе место, которое по своему виду и климату напоминало бы ему Россию. Все почти свои деньги, сделанные им за границей, он держал в американских бумагах. Состояние его было огромное. Но в один прекрасный день, очень памятный для многих, случился крах. Это была знаменитая черная пятница на Нью-Йоркской бирже. В этот день многие из миллионеров стали нищими. Почти все потерял и Шаляпин. Пришлось с изного составлять состояние, чтобы обеспечить семью. В третий раз начал Федор Иванович упорно работать. Но годы брали свое. Он устал, сборы были уже не те, гонорары сократились. Он уже пел подряд город за городом и не выбирал места своих гастролей. Только этим и объяснялся его приезд в Шанхай и Харбин. Это третье состояние едва ли было большим и начал он его делать поздно. Однажды мы сидели с ним в Праге в кабачке у Куманова после его концерта. С нами было несколько журналистов и друзей. После ужина Шаляпин взял карандаш и начал рисовать на скатерти. Рисовал он довольно хорошо. Когда ужин кончился и мы расплатились, хозяйка догнала нас уже на улице. Не зная, что это Шаляпин, она набросилась на Федора Ивановича крича. Вы испортили мне скатерть. Заплатите за нее десять крон. Шаляпин подумал. Хорошо, сказал он. Я заплачу десять крон, но скатерть возьму с собой. Хозяйка принесла скатерть и получила деньги. Но пока мы ждали машину, ей уже объяснили, в чем дело. Дура, сказал ей один из ее приятелей. Ты бы вставила эту скатерть в раму под стекло и повесила в зале, как доказательство того, что у тебя был Шаляпин, и все бы ходили к тебе и смотрели. Хозяйка вернулась к нам и протянула с извинением десять крон, прося вернуть скатерть обратно. Шаляпин покачал головой. Простите, мадам, сказал он, скатерть моя, я купил ее у вас, а теперь, если вам угодно ее получить обратно, пятьдесят крон. Хозяйка безмолвно заплатила деньги. Без преувеличения можно сказать, что ни один артист в мире не имел такого абсолютного признания, Шаляпин. Все склонялись перед ним. Его имя горело яркой звездой. Тех почестей, тех восторгов, которые выпали на его долю, не имел никто. И только один раз за всю свою жизнь, уже в самом конце ее, за год или два до смерти, в Шанхае, он смог убедиться в том, чего раньше ему не приходилось знать. В человеческой неблагодарности, злобе, зависти и бессердечности толпы. Той толпы, которая, как зверь, лежала у его ног столько лет, покоренная им. В Шанхай Шаляпин приехал из Америки в 1935 году. На пристани его встречала толпа. Местные богема, представители прессы, фотографы. В руках у публики были огромные плакаты «Привет, Шаляпин!». Журналисты окружили его целым роем. Аппараты щелкали безостановочно. Какие-то люди снимались у его ног, прижимая лица чуть ли не к его ботинкам. Местные колбасники слали ему жирные окорока. Владельцы водочных заводов целые ведра водки. Длиннейшее интервью с ним заполняли страницы местных газет. Он приехал с женой, с дочерью, с менеджером, пианистом и секретарем. Интервьюировали не только его, но и всех его окружающих. Даже, кажется, его бульдога. Просили на память автографы, карточки. Приехал Федор Иванович больным и сильно переутомленным, как и всякий артист в конце своей карьеры. Естественно, что это был не тот шаляпин, которого знали те, кто слышал его в России. Но это был шаляпин. Обыватели ждали, что он будет своим басом тушить свечи. Они привезли с собой в театр вату затыкать уши, чтобы предохранить барабанные перепонки от силы его голоса. И вдруг разочарование. Поет самым спокойным голосом, даже иногда тихо. И за что только такие деньги берут? А сборы какие? Роптали, но повышать голос боялись. Неудобно. Еще за дураков посчитают. У местных благотворителей разыгрывался аппетит. Однажды к нему явилась делегация с просьбой спеть бесплатно концерт, а весь сбор отдать им. Шаляпин отказал. Артист, подписавший договор с антрепренером, не мог петь бесплатно. А расходы антрепренера, а пароходные билеты из Америки на шесть человек, а отели, а реклама театра, а все остальное. Но это никого не интересовало. Нужно было рвануть сумму, а такой случай не часто бывает. Вот тут-то и началось. Верно подданные газеты, расстилавшие свои простыни перед его ногами, подняли невообразимую ругань. Целые ушата помоев выливались ежедневно на его сидеющую голову. Около театра на улице прохожим раздавали летучки с заголовками. Русские люди, Шаляпин враг эмиграции, ни одного человека на его концерт. Байкотируйте Шаляпина, ни одного цента Шаляпина. Не знаю, читал ли эту летучку Федор Иванович, но на другой день он уехал. Так вымазал дегтем его подножия русский Шанхай. За день до отъезда Федора Ивановича я сидел у него в котей-отеле. Была ранняя весна, в открытые окна свампу тянуло теплым ласковым ветерком. Было часов семь вечера. Кое-где на банде уже зажигались огни. Шаляпин был болен. Он хрипло кашлял и кутал горло в теплый шерстяной шар. Своим обликом, позой, он был похож на умирающего льва. Острая жалость к нему и боль пронзили мое сердце. Слезы неожиданно брызнули из моих глаз. Будто чувствуя, что больше никогда его не увижу, я опустился около его кресла и поцеловал ему руку. Париж город заветных желаний очень многих, как Голливуд, мечта будущих актрис и актеров. Поэтому сюда со всех концов мира съезжались художники и артисты в надежде сделать карьеру или учиться. Но только очень немногие обращали на себя внимание публики. Париж трудно удивить чем-нибудь. Русских художников в Париже было не так много. Были Константин Коровин, Борис Григорьев, Василий Шухаев, Александр Яковлев, приезжали Бенуа, Судейкин и Сомов. Очень большое внимание обращал на себя молодой художник-декоратор Борис Билинский. Григорьев выпустил книгу гравюр под названием «Россия». Эта монография имела большой успех. В ней он мастерски изобразил иконописные древние лица русских стариков и старух богомольцев, нищих и странников. Александр Яковлев был приглашен дирекцией знаменитой автомобильной фирмы «Ситруэн», организовавшей экспедицию пробег в Африку. Его путевые альбомы и зарисовки показывали потом на выставке экспедиции, устроенной фирмой в Париже. Александр Бенуа оформил несколько балетных и оперных постановок. Константин Коровин тоже. И на Монмартри, и на Монпарнасе во многих русских кабачках пели цыгане. Пела знаменитая в свое время в России Настя Полякова, обладательница чудесного густого контральта, настоящий цыганский соловей, похожая по манере пения на покойную Варю Панину. Пели Нюра Масальская, Давыдова и другие. На Монпарнасе пели цыгане тоже русские Димитриевичи. Пели они слабо, но зато плясали необыкновенно. Их хор одно время восхищал парижан. Самые большие парижские газеты посвящали им целые статьи. Табор Димитриевичей попал во Францию из Испании. Приехали они в огромном фургоне, оборудованном по последнему слову технике с автомобильной тягой. Фургон они получили от директора какого-то бродячего цирка в счет уплаты долга, так как цирк прогорел и директор чуть ли не целый год не платил им жалований. Их было человек тридцать. Отец глава семьи, человек лет шестидесяти, старый лудильщик самоваров, был, так сказать, монархом. Все деньги, зарабатываемые семьей, забирал он. Семья состояла из четырех его сыновей с женами и детьми и четырех молодых дочек. Попали они в начале в Эрмитаж, где я работал. Сразу почувствовав во мне цыгана фила, Дмитриевичи очень подружились со мной. Из Эрмитажа они попали в Монпарнас, где и утвердились окончательно в кабачке золотая рыбка. Иван Мазжухин любил цыган, не меньше меня, и очень скоро даже сделался другом этой семьи. Однажды цыгане попросили Ивана быть крестным отцом. Иван согласился, был приглашен я. На другой день часов пять вечера мы приехали в церковь на Рю-Дарю. Была зима, церковь стояла нетопленной и пустой. Десяток восковых свечей освещал темные лики угодников. Дичок хрипло кашлял в алтаре, прочищая голос. Цыгане пошли торговаться со священником, а мы с Иваном переминались с ноги на ногу, озявшие, плохо выспавшиеся. Иван злился. Он не любил семейных праздников. Отказаться ему было неловко, но настроение у него было сильно испорчено. К тому же, пока разыскивали магазин, где можно было купить крестильную рубашечку и крест, мы окончательно замерзли. Около нас крутился мальчишка-подросток лет четырнадцати. «А где ребенок? Кого крестить?» мрачно спросил Иван. Подросток взглянул из-под лобья и нехотя процедил. «Я ребенок, меня и крестить». Иван сразу развеселился. «Водку пьешь?» неожиданно спросил он. «Пью». Мы взяли ребенка за руку и пошли напротив в ресторанчик «Петроград». Там нам налили три большие рюмки и дали пирожков. Подкрепившись, мы вернулись в церковь. Все было готово к обряду. Посреди церкви стояла купель, окруженная горящими свечами. «Раздевайся!» приказал отец. Ребенок нахмурился. «Я не полезу в нее», твердо заявил он. «Холодно?» Никакие доводы увещеваний под затыльники не помогли. Пришлось ограничиться окроплением головы и помазанием. «А как же рубашечка?» ехидно спросил я Ивана. «Останется для моих будущих детей», серьезно ответил он и спрятал ее в карман. Крестник получил крест, долго его рассматривал, будто не веря, что он золотой. Для большей достоверности он даже попробовал его на зуб. После крестин мы сели в машины и поехали к цыганам. Они жили за городом, снимая старый особняк где-то в лесу. На втором этаже в большой столовой был накрыт огромный стол, ломившийся от яств и напитков. Приглашенных было множество. Цыгане по широте души позвали всех знакомых. Тут были и музыканты, и художники, и журналисты. Старый папаша, как патриарх с седой бородой, сидел во главе стола в еще довоенном русском армике, увешанном какими-то экзотическими медалями, скупленными по случаю. Приблизительно в то же время в Париже произошло событие, сильно взволновавшее всю русскую колонию, особенно украинцев. Тремя выстрелами из револьвера был убит на улице небезызвестный в свое время украинский атаман Симон Петлюра. Бежавший от народной расправы, он поселился в Париже, где и доживал свои дни меняя золотые корбованцы, награбленные во время своего лихого атаманства. За неимением вождей немногочисленная украинская колония поддерживала его. Изредка в газетах мелькали небольшие заметки о том, что атаман Петлюра прочтет доклад о несчастном украинском народе, страдающем от иго большевиков и столь пышно процветавшем под его владычеством. На эти доклады собиралась кучка щирых самостейников человек тридцать в вышитых крестиком сорочках с усами аля тарас бульба. Прослушав батькин доклад, они усаживались тут же пить горилку, которую им, впрочем, с успехом заменял в изгнании французский кальвадос. Батько садился с ними вместе и напивался до бесчувствия, закусывая басурманскую горилку соленым огурцом и сладкими воспоминаниями. Выстрелы прозвучали неожиданно. Чувствуя себя в полной безопасности во Франции, батько свободно гулял по Парижу. Убил его маленький тщедушный портной или часовщик, не то из Винницы, не то из Бердичева, некий Шварцбарт. Встретил на улице, узнал и убил. Судили его с присяжными. Надежда оправданий конечно не было никаких, потому что французский суд оправдывает только за убийство по любви или из ревности. Однако на суде появилось много добровольных свидетелей этого маленького человека, которые развернули перед судьями такую картину зверств атамана на Украине, что французские судьи заколебались. Кто только не прошел перед глазами судей. Тут были люди, у которых Петлюра расстрелял отцов, матерей, изнасиловал дочерей, бросал в огонь младенцев. Последней свидетельницей была женщина. «Вы спрашиваете меня, что сделал мне этот человек?» Заливаясь слезами, сказала она. «Вот!» Она разорвала на себе блузку, и французские судьи увидели, обе ее груди были отрезаны. Шварцбарт был оправдан. Мои цыгане тоже были свидетелями. Они кричали на суде и били себя в грудь, рассказывая о замученных двух братьях, об отнятых конях, осожженных родственников. Их гнев был страшен. Девчонки рыдали, вспоминая то, что они видели еще детьми. Братья показывали красные рубцы следы пыток. Их еле увели из зала суда. Последним годом моего пребывания во Франции был 1933. Это был год больших крахов. Кабинеты министров летели один за другим. Целый ряд видных лиц, начиная от общественных деятелей и финансистов, и кончая министрами, попали в скандальные истории. Беспримерные по изощренности и садизму убийства совершались чуть ли не ежедневно. В знаменитом Булонском лесу находили изуродованные трупы людей, то изрезанных на куски, то обритых бензином и сожженных. Не успевало утихать возбуждение публики от одного убийства, как другие, еще более ужасные и извращенные, заменяли его на страницы газет. Париж волновался и негодовал. Только что затих шум об убийстве директора Моленружа Вольтера, совершенного на сексуальной почве. Убийцу не нашли, но имя его было известно всем. Дело было замазано. На смену этому убийству пришло новое. В Булонском лесу был найден новый труп. Банкир Мастерино убил артельщика банка, пришедшего получать с него по векселям пятьсот тысяч. Векселя исчезли, труп, разрезанный на куски, находили по частям то в Булонском лесу, то в Фонтенбло. Ювелир Лансель убил любовника своей жены. 17-летняя Виолет Нозьер, отравившая отца, получила в тюрьме несколько тысяч писем с предложениями руки и сердца. Русский официант застрелил содержателя своей жены адвоката Домбровского. На женщин тратили безумные деньги. Целые состояния швырялись к их ногам. Конкуренция между ними достигла небывалых размеров. Если одна делала для своего Роллс-Ройса серебряный капот, то другая делала его из платины. Только одна левая рука моей приятельницы, фильмовой актрисы Р, была застрахована на несколько миллионов франков, потому что от плеча до кисти была покрыта бриллиантовыми браслетами огромной цены. Женщины красили волосы в рыжие красные, зеленые цвета, ногти окрашивали золотом, серебром или в черные, белые, розовые тона. Парижские портнихи Шанель, Ланвен, Молине ездили в Африку, в Тимбукту, на Гонолулу, в Индию, набираться красок и впечатлений и, вернувшись, доводили моду до абсурда. Платья были то полуголыми, яркими и кричащими, то закрытыми, мистическими и строгими, в зависимости от того, каких впечатлений набралась его создательница. Морис де Кобра писал экзотические романы из жизни маньяков, миллионеров и принцев. За романы платили сотни тысяч. Где-то в Париже у него был дом, построенный по его вкусу. Одна комната представляла из себя спальный вагон, другая кабину океанского парохода. Иначе он не мог творить, вдохновение не приходило к нему. Знаменитый парикмахер Антуан, король дамских причесок, создатель всех буби-копфов и прочих волосяных мод, спал в хрустальном гробу, как белоснежка, чтобы острее чувствовать. На прогулках в Булонском лесу он показывался с двумя борзыми собаками, волнистую шерсть которых он окрашивал каждую неделю то в розовый, то в жемчужный, то в бледно-голубой цвет. Русский миллионер Леон Монташов бывший нефтяной король договорился с английским королем нефти сэром Генри Деттердингом о компенсации ему, как бывшему собственнику нефтяных участков на Кавказе за нефть купленную Деттердингом у советского правительства. Только пять процентов общей суммы выданной ему авансом составляли несколько десятков миллионов. Монташов жил широко, славился своими кутежами на весь Париж. Его конюшни были одними из лучших во Франции и его лошади брали первые места на Дерби. Кроме Монташова был еще целый ряд королей помельче, которые тоже получали от Деттердинга миллионные субсидии за свою нефть на Кавказе. Знаменитый Тапа Чермоев проживал около десяти миллионов в год и содержал целую свору племянников, которые очень шумели в Париже своими похождениями. Как-то в доме у Браиловских я познакомился с французским сенатором Клодцем. Очень светский, чопорный старичок произвел на меня самое отрадное впечатление. В течение всего обеда я беседовал с ним о Советской России, доказывая ему преимущество и силу новой советской морали перед старой, догнивающей моралью Запада. Старичок иронически улыбался и отвечал мне так, как отвечают детям, задающим наимные вопросы очень занятые люди. Через несколько месяцев очаровательный старичок сел в тюрьму за подделку векселей. Его погубила любовница, молодая девчонка, которой он воспылал поздней страстью. Скандал был на всю страну. Его жена и взрослые дети вынуждены были уехать из Франции. Сам он вскоре не то застрелился, не то повесился. Последним кабинетом министров в это время был кабинет Шотана. Вокруг всесильных львиц группировались финансисты, политики, темные дельцы, авантюристы. Знаменитая Марта Анно, директриса банка мелких вкладчиков, только что ограбила целый класс населения, объявив себя банкротом. Ее клиентами были мелкие служащие, ляпти буржуа, рабочие. Сев в тюрьму, она оттуда еще грозила правительству разоблачениями и вскоре была выпущена по просьбе некоторых своих клиентов, слепо веривших в ее гениальность и под нажимом тех влиятельных лиц, у которых рыльце было в пуху. Коммунистические газеты и листовки клеймили целый ряд министров и депутатов, доказывая, что они продажны, что они держат половину своих капиталов в Германии и так далее. Огромные толпы собирались у заборов, читая их. Народ кипел от негодования. В густой массе беженцев из Германии, изгнанной Гитлером, незаметно уже была импортирована знаменитая пятая колонна и работала вовсю. То в палате депутатов, то в Сенате ежедневно вспыхивали скандалы, атмосфера была наколена до крайности. Как-то в Казанове мне пришлось познакомиться с элегантным сидеющим джентльменом, приехавшим выпить бутылку вина со своей дамой. Дама была знаменитой опереточной актрисой Ритой Георг, с которой я был знаком по Вине. Джентльмен оказался также весьма известным дельцом Александром Стависким. Говорили о его сказочном состоянии, о его крупной игре в Монте-Карло, о том, что он работает с самыми большими людьми в правительстве. Среднего роста, немолодой, он имел те подчеркнуто прекрасные манеры, которыми отличаются очень опытные светские шулера и авантюристы. Его красавица жена совсем недавно взяла первый приз за самый красивый экипаж на карнавале в Ницце. Рита Георг познакомила меня с ним. Он немного говорил по-русски, потому что очевидно был выходцем из Польши. Наша беседа касалась исключительно театра. Ставистский субсидировал гастроли Риты Георг в Парижской оперете. Он выказал себя большим знатоком театрального искусства и говорил, что как только освободится от дел, обязательно выстроит в Париже театр для иностранных артистов. Через месяц нарыв лопнул. Раскрылась величайшая афера с ломбардами. Войдя в контакт с дирекцией нескольких из них, он закладывал простые стекла под видом изумрудов и бриллиантов. За эти стекляшки ему выдавали миллионные ссуды. В этом деле был замешан ряд таких высокопоставленных лиц, что доводить это дело до суда было невозможно. Ставистский бежал. Агенты сюрте женераль поймали его где-то на границе и предложили ему покончить с собой. Он застрелился. Газеты подняли шум. На электризованной толпа высыпало на улице. Стали раздаваться речи с призывом к низвержению власти. По пляс де ля конкорд толпа двинулась к палате депутатов. Стали опрокидывать автобусы и трамваи. Начиналась революция. На некоторых бульварах уже строили баррикады. Весь Париж вышел на улицу. Не надеясь больше на декоративных гард мобиль жандармов в медных касках с конскими хвостами, палата потребовала броневики. Это было беспримерно. Народные депутаты под защитой броневиков. префекту Кьяпу было поручено подавить восстание. Он подавил его весьма круто и безжалостно. Было много убитых и раненых. Париж долго не мог успокоиться. Палестина Огромный французский пароход Теофиль Готье увозил меня из Марселя. У меня имелся ангажемент на ряд концертов в Палестине. Был самый жаркий месяц лета июль и Средиземное море было тихим и ровным как озеро. Мы миновали уже Корсику и Сардинию и подходили к Александрии. На пристани наш пароход облепили арабы в белых костюмах и красных фестках. Они шумели и кричали на своем гортанном языке как-то особенно яростно и иступленно, как будто случилось какое-то несчастье или все они перессорились между собой. Солнце жгло нестерпимо. Надо было купить пробковый шлем, иначе можно получить солнечный удар. Я взял проводника и поехал в город. Александрия со своими ослепительно-белыми домами, сотнями миноретов и массой зелени очень красива. Я люблю Восток, он ярче и красочнее Запада и больше радует глаз. Оттуда медленнее исчезает быт, и еще можно помечтать о сказках детства, глядя на его сахарные города. Зеленые верхушки пальм, красные фески, много белого, все это так напоминало мне Турцию, которой я был неравнодушен. Такие же шумные пестрые базары, такие же примитивные кафе прямо на тротуарах, лавки ковров, ярких, много цветных и нежно пастельных, бледно-розовых, серым, бледно-голубых. Такие же мудрые бородатые старики в зеленых тюрбанах с сухими строгими лицами. Только цвет кожи другой, чем у турок. За базарами бегали голые по пояс толстые евнухи, предлагая всякий мелкий товар, вроде ножей, подтяжек, металлических портсигаров или янтарных мундштуков и бус. Иногда, впрочем, это были лотерейные билеты. О евнухах я читал только в сказках и был потрясен видом этих толстых женщин-мужчин. В магазинах сидели необычайно спокойные ленивые арабы и совсем не спешили торговать. В одном из магазинов мне понравились четки, они висели довольно высоко на третьей полке. Покажи мне эту нитку, сказал я хозяину через проводника. Хозяин поднял глаза вверх и, пробормотав что-то, продолжал курить кальян. Что он сказал, спросил я проводника. Он сказал, если тебе нравится эта вещь, полезай сам на лестницу и достань ее. Это было совсем не похоже на Европу. Там приказчик сам закидывает вас товаром, предлагая купить. Пришлось лезть самому. Четки стоили очень дорого. Поторговавшись с ним, я решил их не покупать, твердо остановившись на предложенной ему цене. Но араб стоял на своем. Ну что ж, не надо, подумал я. И, положив нитку на прилавок, повернулся, чтобы уйти. Несколько фраз, брошенных мне вслед, составили меня обернуться. Что он сказал, спросил я проводника. Он сказал, чтобы ты полез на лестницу и повесил вещь туда, откуда ты ее взял. Я рассмеялся и кротко исполнил приказание. Какая восхитительная лень, подумал я. Вот уж они никуда не торопятся. Не то, что у нас в сумасшедшей Европе, где, если на секунду зазеваешься, переходя улицу, тебя переедет автомобиль или автобус. Здесь совсем другие темпы. Потом я был в музее, где в великолепных саркофагах спят тысячи лет блистательные фараоны Египта. Забинтованные в какие-то особые ткани, они разрисованы поверх этих бинтов и забальзамированы таинственными способами, секрет которых никому неизвестен. И все же от времени их мумии ссохлись и уменьшились до размеров людей маленького роста. Иногда их хоронили подвое в одном гробу. Через тысячи лет трогательно читать, что вот эти мужчина и женщина любили друг друга и ни один из них не хотел пережить другого. Тысячи лет они проспали вместе. Беспокойные любознательные люди нарушили их священный покой. Огромные залы музея были заставлены витринами под стеклом, в которых были выставлены золотые и серебряные вещи, найденные в этих могилах. Какое богатство рисунка, какая тонкость работы, какая ажурность. Художники французских и английских ювелиров приезжают в Александрию копировать эти вещи для мирового рынка. Египет, конечно, колыбель искусства. После него позднейшее искусство Рима кажется лубочным, и хотя оно вышло целиком из египетского гораздо грубее, пестрее и проще его. В музее были устроены целые жилища древних египтян, восстановленные целиком в подлинном своем виде, в каком их нашли. Если долго бродить по этим залам и рассматривать все это, делается грустно. Думаешь об ушедших веках, о бренности всего земного, о том, что вещи переживают людей, своих хозяев. И когда выходишь на свет ослепительного летнего солнца, кажется, что ты проспал много лет в другом мире и теперь, к сожалению, проснулся. Пароход стоял до утра. Под конец меня поразил мой проводник. Вечером, когда мы сидели в маленьком кафе и ели чудесный плов из молодого барашка, он, пристально посмотрев на меня, вдруг неожиданно сказал. А я тебя знаю, господин. Ты меня не помнишь? Нет. Мустафа помнишь? Сторожем служил в театре в Одессе. Ты один раз приехал, пел в такой черный бурнус костюм пьеро. Большой публика был, а? Не помнишь? Как я не напрягал свою память, припомнить его не мог. Столько лет, столько концертов, столько растых людей. Ты мне тогда свои штаны подарил, не помнишь? Хорошие были штаны, крепкие. Мустафа их долго носил. Потом одна грека у меня украл, вздыхая закончил он. Какие-то обрывки воспоминаний туманно мелькали у меня в голове, но ясно я не мог ничего вспомнить. Чтобы не огорчать его, я сделал вид, что все помню, очевидно, это было так, потому что, помолчав немного, он вдруг спросил. А Вера Холодный помнишь? Большой красавица был, в наш театр к тебе приходил. Он потом умирал. Я его ходил, провожай в могила. Несомненно, он служил при Одесском театре. Мы долго бродили с ним по городу, вспоминая Россию. Меня трогало то, что говорил он о моей родине с глубокой нежностью и грустью. Он любил Россию. Да, это уж так, думал я. Тот, кто когда-нибудь жил в России, ее никогда не забудет. О своей жизни здесь он говорил неохотно. Ему не нравилось его отечество. Тут люди другой, вздыхая, говорил он. Русские люди честные люди. А здесь он махнул рукой. Жулики много, неожиданно закончил он. Расставаясь, я дал ему египетский фунт, но он не взял его. Ты русский человек, сказал он. Ты мне тогда штаны подарил. Я бедный был. Не хочу, не надо, он задумался. В Россию вернешься, поклон передай ей, скажи, от Мустафа, низкий поклон. Он поклонился до пояса. Все уговоры мои были напрасны. В Бейруте, как и почти всюду, где я проезжал, меня встречали местные директора Колумбии. Пароход стоял тут 24 часа, и я, конечно, не применил посмотреть город. Мы сели в машину и поехали. Особенно интересного в нем ничего не было. Как и все восточные города, он шумен и грязен. Александрия, в которой хозяйничали англичане, была гораздо чище. Покрутившись по извилистым и крутым улицам, мы поднялись на гору. Бейрут стоит на горе, и на самом верху его большое арабское кафе, откуда мы могли видеть далеко вокруг Средиземное море. Был необыкновенный вечер, закат солнца большой и торжественный, как какой-то божественный праздник. Таких красок, такого великолепия я никогда не видел. Может быть, только первые люди, Адамы, Каины и Авели видели такие закаты в дни первоздания. Я не мог оторваться от этой красоты, подавленной размахом этой кисти и смелостью этих красок. На другое утро пароход уже подходил к Яффе. В самую Яффу пароход не входит, в ней нет порта. В этой местности море изобилует скалами, подводными рифами и камнями. Конечно, все это можно расчистить и взорвать, но устройство порта стоило бы миллионы фунтов, а денег на это нет. Поэтому мы остановились в море и на больших лодках-баржах поплыли в Яффу вместе с багажом. Город разделен на две части. Европейскую Тель-Авив и арабскую Яффа. Тель-Авив маленький, скромный, довольно чистенький провинциальный городок, построенный руками пионеров, наехавших сюда со всех концов света. Палестин очень мала и не может вместить многих. Арабы считают ее своей землей и ни за что не хотят отказаться от нее. Кроме этого, развитию Палестины мешают разного рода причины, которых немало. Прежде всего, Палестину губит благотворительность, которая делает из живой и самодеятельной страны что-то вроде инвалида, живущего на общественном попечении. Затем отдаленность ее от других стран и отсутствие портов. Это мешает ее нормальному общению с остальным миром. А вечный антагонизм между еврейским и арабским населением, искусно разжигаемый и поддерживаемый заинтересованными иностранными кругами, тормозит ее торговлю и естественный рост. Существует еще целый ряд обстоятельств. Палестину строила молодежь. В большинстве это люди интеллигентных профессий, врачи, адвокаты, архитекторы, студенты. Увлеченные идеей иметь свое собственное отечество, они, приехав в страну, горячо взялись за работу, не покладая рук, строили дороги, дома, возделывали землю, все создавали сами, не брезгуя никакой черной работы. Так был построен Тель-Авив, так были созданы и другие города и колонии. Старики же смотрели на Палестину иначе. Они видели в ней только святую землю, землю предков, на которую они приезжали умирать. У знаменитой стены плача, накрывшись покрывалами и раздирая на себе одежду, дряхлые миллионеры перед смертью замаливали свои грехи. Палестина была как бы кладбищем или преддверием тьмы. Поэтому между стариками и молодежью шла глухая борьба. Это борьба дня и ночи, света и мрака. Эта борьба также мешала развитию страны. В Палестине запрещено говорить на жаргоне. Говорят там или на древнееврейском или на русском языке. Древнееврейский язык очень красиво звучит. Когда слышишь его, чувствуешь всю пламенность, всю горячность этой тысячелетней расы. Иногда из пустыни в Тель-Авив приезжает на верблюдах евреи какого-то особого племени, смуглые как арабы, с жгучими глазами и гордыми линиями профиля. Из маленьких шатров на горбах верблюдов мелькают лица библейских женщин, прикрытые до глаз чем-то вроде чадры. Так, вероятно, выглядели Рахиль или Лия, которые любил Иаков. Им запрещено даже разговаривать с посторонними людьми. Приезжают они в город за покупками с утра, а к закату солнца, плавно покачиваясь, караван уходит обратно в пустыню. Это племя каким-то чудом осталось в пустыне и живет, не смешиваясь с остальными евреями. Местные жители принимали меня очень тепло, так как подавляющее большинство эмигрировало в Палестину из России и у всех сохранилось нежность и любовь ко всему русскому. Однажды вечером директор Колумбии предложил мне посмотреть Яффу, арабскую часть города. Она мало отличалась от Бейрута. Те же дома с плоскими крышами, те же грязные улицы, тот же вечный базар. На маленьких осликах, волоча ноги по земле, проезжает трусцой задумчивые люди в красных фесках. О чем мечтают они? Когда-то эта земля принадлежала им, но они продали ее за хорошие деньги. Получив их, они купили себе европейские одежды и стали пить свою знаменитую мастику, анисовую водку, в маленьких экзотических кафе и слушать заунывную музыку бродячих оркестров. Пили до тех пор, пока не пропили все. Оставшись без земли и без денег, они стали понимать, что сделали глупость. Раньше такой араб лежал целый день на горячей земле под сенью оливы, которую он даже не сажал, она росла сама по себе. С оливкового дерева на землю падали зрелые плоды. Он брал мягкую, как блин, хлебную лепешку, испеченную женой, заворачивал в нее оливу и отправлял в рот. Ел прямо с косточкой. Больше ему ничего не надо было, ибо это была его природная и любимая пища. А, продав землю, он остался без пищи и без крова. Отсюда и пошел антагонизм недовольства евреями. Земля в Палестине на вес золота. Вероятно, нигде в мире она не стоит так дорого, как там. Купившись землю, усаживают ее апельсиновыми деревьями, которые через несколько лет дают огромный урожай знаменитых явских апельсинов, самых крупных и самых вкусных в мире. Весь этот урожай экспортируется в Англию. Он скуплен на корню и даже не поступает в продажу или местное пользование. Проживая там два месяца, я даже не видел этих изумительных фруктов. Итак, вечером мы с моим директором сидели в большом, довольно грязном арабском кафе. Он решил показать мне знаменитый танец живота, который так популярен в восточных странах. Разукрашенный цветными фонариками зал шумел и кричал. Арабы говорят очень темпераментно, когда выпьют немного. Любые их разговоры кажутся постороннему наблюдателю скандалом. Мы заказали себе мастику и долма, что-то вроде маленьких голубцов из риса, завернутого в виноградные листья. Потом маслины и сыр. Струнный оркестр из затейливых восточных инструментов звучно и протяжно играл какую-то бесконечную мелодию с мерным постукиванием и звоном литавр и барабан. На сцену вышла очень толстая женщина, напоминавшая собой забинтованную бочку, и затянула песню на одной ноте. Живот ее был голый, она покачивала бедрами и очень лениво раскачивала свой непомерно большой таз, точно большой маятник, который сразу не раскачаешь. Потоптавшись минут пятнадцать, она ушла, ей аплодировали. После нее вышла другая, еще более толстая, похожая на цирковую лошадь, которая специально массирует зад, для того, чтобы на ней эквилибристы наездники могли свободнее делать свои упражнения на ходу. Это выла минут двадцать. Танцевала она еще медленнее и ушла при более громких аплодисментах. Наконец вышло третье, самое главное. У меня закружилась голова. Она была похожа на слона. Живот ее напоминал вывалившееся тесто, а зад ее был невообразим. Она еле двигалась от жира. Арабы аплодировали как сумасшедшие, вскакивая со своих мест. Это местная звезда, сказал мне директор. Кстати, я могу вас с ней познакомить. То, что она поет, записано у нас на пластинках. Она ваша коллега. Тоже стар Колумбии. Их специально откармливают и выращивают для этого танцы, как индюшек к празднику. Их массируют особыми способами, чтобы округлить их формы. Директор почтительно аплодировал ей по окончании танца. Я испуганно отказался от знакомства. В Хайфу я попал на концерт вечером и вечером же уехал, не успев осмотреть ее как следует. Зато в Иерусалиме я задержался на несколько дней. Концерт мой был в саду и семь тысяч иерусалимцев радушно принимали мои песни. После концерта я остался осмотреть город. Когда-то он был местом паломничества христиан со всего мира. Теперь там никого не было. Дороговизна билетов, трудности с получением визы, о поездке туда нечего и думать. Раньше большинство паломников ехало из России, поэтому здесь даже арабы говорят по-русски. Многие из них были гидами и работали с богомольцами. На месте страданий Христа построен огромный храм, который куполом как бы накрывает места, где его распяли, где он был похоронен и где воскрес. Тут и Голгофа, и пещера воскресения, и крестный путь. Двадцать религий имеют здесь свои храмы. Католики, русские, греки, армяне. Все увешано лампадами, но зажженных немного. Притока верующих почти нет, и храмы пустоют. После концерта со мной познакомился человек, который имел там свою автомобильную контору. Он был русским и православным, и именно он взялся показать мне все святыни храмов гроба Господня, а потом пригласил меня обедать к себе домой. Каково же было мое изумление, когда, войдя, я увидел на стене его кабинета огромный портрет Сталина. После всего того настроения, которое создает блуждание по пещерам и алтарям, после мистической полутьмы, запаха ладана, треска свечей и мерцания лампад, вдруг портрет Сталина. Так вот куда проникло влияние этого человека, думал я, в цитадель христианства, в колыбель старого мира. Я был настолько поражен этим, что долго стоял с разинутым ртом, глядя на портрет. Америка Пароход, на котором я осенью 1934 года уезжал в Америку, назывался Ла Файет. Со мной ехали несколько французских артистов, приглашенных в Голливуд, и множество туристов, возвращавшихся домой, да еще трое чикагских гангстеров со своими подругами. Подруги меняли туалеты по 10 раз в день и появлялись к обеду в умопомрачительных вечерних платьях, моделях лучших парижских домов, с бутоньерками из живых орхидей, каждый раз в цвет платья. Огромные залы этого гигантского парохода были заполнены праздной шумной толпой людей, которые положительно не знали, что им с собой делать, и думали только о том, как повеселее убить время. Все виды развлечений были предоставлены в их распоряжение. Тут и залы для гимнастики, и теннисные площадки, и бассейны для плавания, и тиры для стрельбы в цель, и бары, и оркестр, и дансинги, и десятки салонов разных стилей. Были парикмахерские, комнаты для массажа, цветочные магазины, и магазины с мужскими и женскими вещами, с предметами роскоши, ювелирными изделиями, парфюмерией. Бесконечное количество прислуги, мужской и женской, целые дни бегало взад и вперед по этому огромному отелю-пароходу, стараясь угадать малейшие желания и прихоти каждого пассажира. В каюту по утрам вам подавали всевозможные джусы, кофе, поридж, тост и яичницу. К обеду метр дотель, ласково встречая вас у порога огромного дайнинг-рума, торжественно вел вас к вашему столу, где перед каждым прибором стояли запечатанные бутылки белого и красного вина. Если вы пили даже по одной рюмке того и другого, вино это после обеда все равно убиралось прочь, и его уже не подавали больше никогда. К вечеру стояли новые запечатанные бутылки. Обеды и ужины были чудом обжорства и чревоугодия. Чего-чего только не подавалось. Омары, лангусты, крабы, устрицы, зернистая икра в глыбе льда, освещенная изнутри электрическими лампочками, красовалась посредине столов, как какой-то ледяной замок из сказок Андерсона. Блюда сменялись одно другим. Все это было в таком большом количестве, что уносилось почти нетронутым, с тем, чтобы уже никогда не появляться больше. Кто съедал эти блюда? Вероятно, прислуга. От этого изобилия пищи у меня окончательно пропал аппетит. А может быть, еще и от того, что за моим столом сидела полная дама, которая ела необычайно много и громко, и еще какой-то сухой миссионер-англичанин, который ничего не ел и все время шевелил губами, по привычке шепча молитвы. Кроме меню, в котором было по меньшей мере 50 блюд, вы могли заказывать на следующий день метродотелю все, что вам вздумается. Вся эта вакханалия еды была рассчитана, очевидно, на аппетит, который появляется почти всегда в море и на то, чтобы занять праздное время. Помимо всех пассажиров, за столом всегда находился один необыкновенно общительный джентльмен, говорящий чуть ли не на всех языках мира. У джентльмена был чудесный аппетит. Я помню, он ел какое-то блюдо с массой гарнира из различных сортов зелени и так великолепно орудовал дюжинный вилок, что я не мог есть от изумления. Он был настоящий виртуоз, артист своего дела. Вилки мелькали в его руках, как металлические предметы в руках у жонглера. Оказалось потом, что он был на службе у пароходной компании и приглашен специально для возбуждения аппетита у пассажиров. После обеда на стол ставились огромные вазы и блюда с дынями, персиками, арбузами, сливами, грушами, апельсинами, яблоками, виноградом, величиной с грецкий орех и прочими фруктами. Это была настоящая выставка всего, чем изобилует прекрасная Франция, как бы последний прощальный пир, который она устраивала покидающим ее пределы. И перед тем, как попасть в консервную, рефрижераторную, искусственную Америку, вы могли в последний раз насладиться великолепием всех плодов земных. На третий или четвертый день путешествия начался шторм. Огромное туловище парохода медленно и плавно то вползало на вершину водяной горы, то опускалось в бездну. Казалось, что летишь на каких-то гигантских качелях, очень широко и ровно раскачиваемых. Пассажиры сразу исчезли. Огромный пароход опустел. Все лежали в своих каютах и к обеду и ужину выходило не больше десятка человек, мужественно облаченных в вечерние туалеты и смокинге, как полагалось по этикету. В большинстве это были англичане. После обеда я сидел в салоне и перечитывал парижские журналы. Кроме меня в пустом зале никого не было. Большой радиоприемник стоял на электрическом камине, где тлели искусственные угли. Я повернул кнопку и включил аппарат. Поискав Францию, нашел Париж. Политические новости, Люсиан Буае в новой песенке, еще что-то и вдруг. К мысуль радости, к скалам печали, к островам ли сиреневых птиц, все равно, где бы мы не причалили, не поднять нам усталых ресниц. Это пел я. Ревела, палила и щелкала буря. Огромный пароход трещал и вздрагивал от ударов волн, упрямо пробираясь вперед, а я сидел и слушал самого себя, где-то за тысячи верст, затерянный ночью в океане. Мимо стеклышка иллюминатора проплывут золотые сады, пальмы тропиков, солнце экватора, голубые полярные льды, все равно, где бы мы не причалили, не поднят нам усталых ресниц. Эти слова Тэффи, из которых я в свое время сделал песню впервые так остро пронзили меня. Я мысленно оглянулся. Столько лет без дома, без родины, и впереди ничего, кроме скитаний. Вот тут и родилась у меня песня о нас и о родине, которая наделала столько шума за границей, и за которой даже в Шанхае мне упорно свистили какие-то личности, пытаясь сорвать концерт. Позволю себе привести полностью ее содержание. Проплываем океаны, бороздим материки, и несем в чужие страны чувство русской тоски. И никак понять не можем, что в сочувствии чужом только раны мы тревожим, а покоя не найдем, и пора уже сознаться, что напрасен дальний путь, что довольно улыбаться, извиняться как-нибудь, что пора остановиться, как-то где-то отдохнуть, и спокойно согласиться, чтобы лова не вернуть, и еще понять беззлобно, что свою, пусть злую, мать, все же как-то неудобно вечно в обществе ругать, а она цветет и зреет возрожденная в огне, и простит, и пожалеет, и о вас, и обо мне. Это было написано давно. Многих простила за это время наша великая мать родина, в том числе и меня. Там же в Шанхае после многочисленных просьб мне наконец дали советское гражданство. А на пароходе в те дни, когда эта песня родилась, помню, развлекали нас всеми силами. То устраивался вечер бокса, на котором молодые матросы разбивали друг другу носы до крови, то по субботам танцульки, где гангстерские подруги могли блистать своими сверхтуалетами и драгоценностями от Фаберже Иван Клиффа, от которых слепило глаза. Их повелители в новеньких, только что построенных в Лондоне, фраках с квадратными плечами неуклюже переминались с ноги на ногу в модных танцах, сильно напоминая дрессированных орангутангов. В антракте между танцами они пили шампанское, курили огромные сигареты и рассеянно барабанили толстыми пальцами по столу, обдумывая, вероятно, новые комбинации. Элегантный молодой француз из очень хорошей фамилии или развлекал разговорами одиноких пожилых американок, или составлял для них партии бриджа, или танцевал с теми, которые не играли в бридж. Он был на службе у пароходной компании уже несколько лет. Его перебрасывали с одной линии на другую. Перед этим он ездил в Анда-Китай. Как только на какой-нибудь линии пассажиры начинали жаловаться на скуку, его тотчас же посылали туда. Воистину, это была нетрудная служба. Есть, пить, спать и разговаривать, путешествуя по белому свету и заводить знакомств, да еще получать за это жалования. По понедельникам были сеансы кино, и один раз в пути устраивался традиционный концерт в пользу семейств моряков, погибших в море. В концерте принимали участие все артисты, едущие на пароходе. В этой поездке играла очень хорошая велончелистка, пела знаменитая Лили Понс, направлявшаяся в Голливуд, играл возвращавшийся домой скрипач Яша Хейфиц и еще кто-то. Пришлось выступать и мне. Я спел несколько веселых русских песен с припевами, заставляя публику подпевать мне. Это очень понравилось пассажирам, хотя ни единого слова, разумеется, они не поняли. После концерта всех участвующих пригласил капитан парохода на партии к себе в апартамент. Ужин был с шампанским и отличался ультра изысканным меню. Конечно, такой ужин стоил гораздо больше, чем вся та сумма, которую собрали с публики за этот концерт. Американцы большие патриоты. Они обожают свою Америку и уже задолго до приближения к ней стали волноваться. Когда наконец на горизонте чуть обозначились берега Америки, они уже не отрывались от биноклей, а когда наконец бледно замаячила знаменитая статуя свободы, они подняли невообразимый рев и крик и сразу все напились пьяными. Перед самым приездом после выноса багажа в коридорах выстроилась в две шеренги такая вереница прислуги, что у меня захватила дух. Разменяв по 100 франков несколько тысяч, я шел сквозь этот строй довольно равнодушных и даже неблагодарящих вас людей с пачкой ассигнаций в руке и раздавал их направо и налево. Метр д'отелю надо было дать тысячу, так полагалось. Велико же было мое удивление, когда он любезно улыбаясь преподнес мне какую-то коробку, завернутую в бумагу. — Что это, мсье Шарль? — недоуменно спросил я. — Это кавьяр люс, — отвечал он. Я заметил, что мсье любит ее, а я очень люблю русские песни, которые мсье поет прекрасно. Вот я осмелился сделать этот скромный презент на дорогу. Я был потрясен до глубины души. Еще одна победа русского искусства, со смехом подумал я и пожал ему руку. Тысячи он с меня так и не взял. Были уже сумерки, когда мы входили в порт. Нью-Йорк сверкал миллионами огней. Первое впечатление было такое, как будто в городе иллюминации по случаю какого-то праздника. Задолго до пристани вместе с чиновниками, осматривающими паспорта, прибыл и катер с журналистами и фотографами. Эти жующие, орущие, бегающие куда-то люди обращались с нами довольно небрежно. Эй, вы, садитесь! Да не сюда, вот в это кресло. Вы лилипонс, нет? А что вы делаете, играете, на чем? Ну, все равно. Возьмите ваш журнал в руки, так, смотрите на меня, выше голову. Он хватает вас за лицо и поворачивает в сторону. Снимаю. Щелк аппарата. Вы кто? Вертинский? Рашен Крунер? Как наш Бин Кросби, да? Мы знаем уже о вас. Станьте здесь. Обопритесь о перила. Так, улыбайтесь. Да снимите вы эту шляпу, черт возьми. Так, ваше первое впечатление об Америке. Я сразу разозлился. Первое впечатление, что здесь слишком развязные журналисты, ответил я. Послушайте, сказал я встречавшему меня менеджеру. Неужели они у вас все такие? Все, вздохнув, ответил он. Это их стиль такой. Они показывают, что их никем и ничем не удивишь. И что им некогда. Ну, тогда снимайтесь сами, а я не желаю, чтобы меня дергали как манекен, заявил я и удрал в каюту. Остановиться мне предложили в отеле Ансония. Это был артистический отель. Там останавливался Шаляпин, жили постоянно пианист Зелотти, Никита Балиев со своей летучей мышью, Рахманинов, Скрипач и Гуди Минухин, останавливался Тосканини и другие. Особой чистотой и роскошью отель не отличался, но был в удобном районе, и главное, что там жило много русских. В тот же вечер, не дав опомниться, мои менеджеры решили показать мне Нью-Йорк. У вас будет сразу полное впечатление от ночного города, сказали они. По-видимому, эти люди рассчитывали сразу же подавить меня величием города. Покатав по широким улицам и показав знаменитую Пятую авеню, они отвезли меня в кино, только что открытое в нововыстроенном билдинге в 102 этажа. Зал был рассчитан на 5 или 7 тысяч человек. Шло воскресенье Толстого с Анной Стэн в роли Катюши Масловой. Картину ставили тщательно. Ассистентами режиссера были приглашены такие авторитеты, как художник Судейкин и Илья Толстой сын Льва Николаевича. Анна Стэн, русская по происхождению, которой очень занимались в Голливуде, готовя из нее звезду первой величины, чудесно играла Катюш. Картина стоила миллионы, реклама тоже миллионы. Перед началом картины из-под земли поднялся оркестр в 120 человек, составленный из лучших музыкантов города. И что же они играли? Очи черные. Это у них считалось русской музыкой. Искусно аранжированная, незатейливая мелодия, не переставая, звучала все время по ходу картины. Как это типично для американцев. Голливуд потрафляет вкусом среднего обывателя. А кто же из этих обывателей не знает очи черные и не считает их шедевром русской музыки. После Парижа трудно восхищаться каким-нибудь другим городом. Я не пришел в восторг от Нью-Йорка. Огромный и величественный в центре. Дальше он двух, трех и четырех этажный. Обычный, простой, как все города довольно грязный, в особенности в негритянских кварталах. Тут у каждого дома куча мусора, в которой вываливается все, от дохлых кошек до разбитых пианино. День и ночь по улицам Нью-Йорка катится лавина спешащих людей. Летят бумажки, подгоняемые ветром, орут газетчики, продавцы, мчатся машины. Люди спешат, как на пожар, громко разговаривая и яростно жестикулируя. Можно подумать, что это испанцы или какие-нибудь южане, отличающиеся особенным темпераментом. Но темперамент этот исключительно деловой и кроме бизнеса ни в чем, мне кажется, не проявляется. Все мчатся, все летят куда-то, всем некогда. Правда, расстояние в таком городе, как Нью-Йорк, конечно, огромное. Если у вас есть три дела в разных концах, то вы должны истратить на это почти весь день. Несмотря на метро, автобусы и такси, вы все же не сможете всюду поспеть вовремя. Из-за больших расстояний на обед, то есть между 12 и 2 часами дня, никто домой не приходит. Обедают в кафе, аптеках и ресторанах. Обычно такой обед состоит из кофе и сандвичей, выбор которых безграничен. Встречается семья только за ужином, то есть после семи вечера. Но ужин ведь необходимо приготовить, на это нужно потратить несколько часов. И вот чтобы избежать этой траты времени и сил, ибо сперва надо пойти в маркет, все купить, потом почистить овощи, рыбу, мясо и так далее, американцы все держат дома и все в консервах. Все блюда, супы, компоты и прочее, изготавливаются фабриками в уже готовом виде. Надо только раскрыть коробку и подогреть содержимое в кастрюльке. Таким образом, приготовление обеда занимает 15-20 минут. Правда, время от времени против этого подымают голос люди науки, заявляя, что окись от жестяных коробок способствует появлению раковых и иных заболеваний. Но фирмы из боязни падения сбыта покупают статьи каких-нибудь авторитетов в этой области, которые со страниц газет точно и ясно доказывают совершенно противоположные. Взволнованное было население успокаивается и все идет по-старому. Прислуги в Америке почти нет. Все нужно делать самому. Это отнимает много времени. Чтобы избежать этого, все упрощено и механизировано до последней степени. Вы нажимаете кнопку, поворачиваете рычажок и все уже делается за вас или появляется в готовом виде. Всевозможные машины проделывают всякую работу быстро и аккуратно. Таким образом, ваш личный труд сведен до минимума. Это сильно облегчает жизнь, в особенности холостых людей. Недорогие апартаменты сдаются совсем необходимым, до постельного белья и посуды включительно. Убирать комнату приходится самому, но это нетрудно, ибо все предусмотрено. Вы нажимаете кнопку, и постель ваша уходит в стену. Пройдя пылесосом по ковру, вы приводите его в порядок. В кухне у вас электрическая плита, вы быстро готовите себе завтрак, который можете купить хоть на целый год вперед, уже приготовленный, потому что есть рефрижератор и все в консервах. Только мытье посуды занимает некоторое время, но и для этого есть машины, которые моют и тут же сушат ее. Правда, они не всюду есть, поэтому, когда гости приглашены на партии в дом, то после ужина все они идут на кухню и моют посуду. Раз в неделю приходит прислуга и делает главную работу, моет пол, меняет постельное белье, уносит мусор из кухонного ящика. Американцы очень радушны и гостеприимны. Но если вы делаете у себя дома партии, вы никогда не можете учесть, сколько человек придет, потому что приглашенный вами приятель, у которого в этот день предположим собрались друзья за обедом, приезжает к вам в дом вместе со всеми своими гостями. Помню, в Голливуде я сделал такое партии для моих друзей, фильмовых актеров, музыкантов и журналистов. Пригласил я человек сорок. Всякого рода продуктов заготовил на шестьдесят семьдесят человек, а приехало человек сто. У меня было снято маленькое бунгало, особнячок с мебелью и всеми удобствами. Гости сидели у меня до утра, веселились, пели, играли. На другой день хозяйка, придя в дом, ужаснулась. Они испортили ее радио, залили вином диваны, прожгли сигаретами ковры и скатерть, разбили много посуды и прочее. Короче говоря, хозяйка немедленно выгнала меня из этого дома, заставив предварительно заплатить за испорченное имущество несколько сот долларов. После этого я переехал в отель, закаявшись раз навсегда устраивать у себя партии. Почти вся пища в Америке безвкусна, но зато на вид она изумительна. Такой величины фруктов, таких овощей кажется, нигде не найдешь. Но все привозится откуда-то в замороженном виде и теряет свой первоначальный вкус. Мне рассказывали, что в Нью-Йорке на городских бойнях убивают несколько миллионов голов скота ежегодно и кладут в городские рефрижераторы. В продажу же поступает то мясо, которое было заложено семь-восемь лет тому назад. Его и едят. Таким образом, город всегда имеет запас мяса, но вкус оно теряет абсолютно. В больших кафетериях, куда ходят покушать, во всю длину помещения идет освещенная изнутри стойка рефрижератор. Каких только блюд там нет. Великолепные ростбифы, аппетитные жарки, окорока, дичь, сыры, фрукты, компоты, пироги, кремы, пирожные. Все это вызывает аппетит, и вам хочется чуть ли не всего сразу. Но когда вы начинаете есть, вам кажется, что вы жуете резину или вату, до того все безвкусно. А так как все эти блюда надо подавать себе самому, стоять в очереди, таскать ножи, вилки и тарелки, то в конце концов от обеда остается впечатление тяжести и усталости. Америка вообще очень утомляет. Если вы не привыкнете к этому шуму и грохоту, к этой суете беготнее криком, как привыкает на войне к канонаде свисту пуль и снарядов и разрывом бомб, вы будете больны. Две вещи особенно надоедают вам. Радио и реклама. Радио там повсюду, вплоть до уборных. Вы просыпаетесь под его болтовню, потому что во всех отелях оно вделано в стену и черт знает, где находится выключатель. Оно преследует вас во всех магазинах, офисах, кафе, и даже когда вы садитесь в такси, оно бубнит вам свою нудную, очень точно отщелкиваемую мелодию, всегда одну и ту же, идущую сквозь ваши уши и не остающиеся в вашей памяти. А реклама положительно сводит с ума. Если то же радио дает, например, концерт Яши Хейфитса, то каждые пять минут концерт прерывается и вам напоминает, что этим концертом вас угощает фирма сигарет Частерфелд или какая-нибудь другая. Реклама лезет вам в глаза и в уши везде и всюду. Из газет, журналов, радио с огромных светящихся вывесок, которые дают целые картины из электрических комбинаций. Она бежит впереди вас на тротуарах по барьерам крыши в виде букв, догоняющих друг друга, гонится за вами в метро, автобусах, такси, преграждает вам путь огромными транспарантами величиной с пятиэтажный дом, настигает вас всюду, куда бы вы ни пошли, куда бы вы ни повернули глаза. Миллионы лампочек с вечера и до утра выплясывают какие-то затейливые световые картинки, рассчитанные на самое примитивное детское воображение и любопытство. Спастись от них никуда нельзя. Пей, Кока-Кола, приказывает вам реклама на каждом шагу, и вы подчиняетесь. В Европе вы бы не могли взять его в рот, но здесь вам лень думать, что бы такое выпить, ну и черт с ним, давай Кока-Кола. Кстати, при своем появлении на свет Кока-Кола не имела успеха, ее продавали в аптеках в виде коричневого сиропа, который смешивали с содовой водой, наливая одну чайную ложку на стакан. Владельцы этой фирмы бились над вопросом, что делать, чтобы она пошла. После многих бесплодных попыток, истратив миллионы, наконец, додумались объявить конкурс на самый лучший совет по этому вопросу. На конкурс ежедневно являлись сотни людей, которые давали самые дикие советы и только занимали время. Тогда дирекция выгнала всех, но вот однажды в кабинет пробился маленький, невзрачного вида человечек. «Что вам здесь нужно?» спросил директор. «Я пришел дать вам совет». «Нам не нужно советов, убирайтесь вон!» закричал директор и затопал ногами. «Мой совет спасет положение», настаивал башедший. Директор задумался. «В двух словах вы можете изложить его?» спросил он. «Предупреждаю, что если слов будет больше, я вас выкину как собаку». «Разлейте в бутылки», отчетливо произнес посетитель. Совет был принят. Кока-кола покорила мир. Теперь этот человек главный директор фирмы. Самое трудное в Америке это обратить на себя внимание. В больших густонаселенных городах, где люди бегут беспрерывным потоком, все сливается в один сплошной гул. Трудно выделиться своим голосом в этом вечном монотонном шуме. Трудно заинтересовать собой, своей личностью, своими идеями. Поэтому все помешаны на персоналите. Каждому хочется выделиться во что бы то не стало любым способом. Таких чудаков, как в Америке, я думаю, нет ни в одной стране, начиная от всем известных причуд миллионеров, оставляющих самые дикие завещания после своей смерти, до чистильщиков сапог на улице и мальчишек, продающих газет. Невозможно даже передать, на какие трюки и ухищрения пускаются там люди, только для того, чтобы привлечь хотя бы на секунду к своей личности внимания равнодушного и занятого обывателя. И получив его, это внимание, он уже никогда его не потеряет. Я знал одного человека, которому долго не везло. Он был менеджером и организатором так называемой американской борьбы, которая долго не имела успеха у публики, из которой он неизменно прогорал. Однажды он решил одеться Наполеоном перед выходом публики и этим странным костюмом привлек внимание к своей особе. Он стал популярен, его запомнили. Ах, это тот, что играет Наполеона, говорили люди. Цель была достигнута, его заметили. Дела пошли лучше, в газетах стали больше о нем писать. И в конце концов он привил американцам эту борьбу, которая, кстати сказать, производит совершенно дикое впечатление своей первобытности. Теперь он уже богатый человек, и ему не нужен больше этот маскарад. Но все его костюмы сшиты под наполеоновский сюртук, и даже шляпа имеет форму, напоминающую знаменитую треуголку императора. В Нью-Йорке есть сотни всевозможных салонов, где скучающим богатым женщинам подыскивают персоналите в манере одеваться. Одна моя русская приятельница, бывшая актриса, держала такой салон, где с успехом пудрила мозги сумасбродным богатым американкам, драпируя их в какие-то лилово-серые тряпки, имеющие форму хитонов, и тюрбаны цвета пеленок двухмесячного ребенка. Смотреть без слез на них, конечно, нельзя, но деньги она берет за них немалые. Америка залита электричеством. Вы видите сотни закрытых магазинов, освещенных в течение ночи тысячами ламп, которые ослепляют вас. Странное впечатление производят большие и малые города, когда вы, например, путешествуете на автомобиле. Проехав несколько сот километров по прекрасным шоссейным дорогам в темноте, прорезаемой только фарами вашей машины, вы, наконец, видите перед собой ярко освещенный город. Он красив, как в сказке. Вам он кажется миражем в пустыне. Въезжая в город, вы попадаете в волшебный мир огней синих, красных, зеленых, желтых. Это целая неоновая симфония красок. Как весело, как шумно и празднично должно быть в таком городе. Вам хочется остановиться, войти в какой-нибудь ресторан, отдохнуть, потанцевать, выпить вина. Вам кажется, что вы в Париже, на Мон-Мартре. Но войти некуда. Все закрыто, город спит, ни одной души на улицах. Это только реклама. Меня бросало в дрожь от американских театральных вкусов. Конечно, в Америке любят и ценят больших настоящих артистов. Там выступали и Рахманинов, и Крейслер, и Шаляпин, и Тосканини. Есть прекрасные оркестры, широко известные имена Кусевицкого и Леопольда Стаковского, Хейфица, Лоренца Тибетт, и Гудеминухина, Владимира Горовица и других. Но все это для избранных. Обыкновенный же рядовой обыватель, воспитанный на кино, серьезного искусства не любит и им не интересуется. Его вкус, так называемый вкус Бродвея, весьма ограничен. Я помню, один из наших соотечественников, Дэйв Аполлон, выступал в лучшем театре Бродвее со своей труппой, получая чуть ли не 10 тысяч долларов в неделю. Его имя светилось над театром огромными буквами и делало большие сборы. Как-то познакомившись со мной, он пригласил меня в свой театр с просьбой после представления обязательно зайти к нему за кулисы, сказать мне свое мнение о спектакле. В ложе было пять мест. Я пригласил Балиева, Судейкина и знаменитого режиссера Гордона Крэга, который когда-то у нас в России ставил Гамлета в художественном театре. Мы едва досидели до конца. Это было что-то невыразимое. Такой халтуры я никогда не видел. Я был настолько убит зрелищем, что не пошел за кулисы после спектакля, рискуя остаться в глазах Аполлона невежливым и невоспитанным человеком. Публика, однако, была в восторге и аплодировала без конца. Для моего первого концерта в Нью-Йорке был снят Таун-Холл. Это один из двух самых больших и самых популярных концертных залов города. Вместимость его две с половиной тысячи человек. Больше него только Каренге Холл, который рассчитан тысячи на четыре человек. Я не захотел петь в таком огромном помещении, боясь, что от этого концерт потеряет свою интимность и выйдет слишком уж помпезным. За несколько дней до концерта мои менеджеры, таскавшие меня по всем редакциям газет, ибо в Америке полагается, чтобы артист сам приезжал в редакцию знакомиться, привезли меня в газету Форвертс. Эта газета издавалась на еврейском языке, была очень популярна и имела около ста тысяч подписчиков. Редактор ее, обаятельный пожилой уже человек Александр Канн, русский по происхождению, принял меня исключительно любезно. «Мы и знаем, и не знаем вас», сказал он. «Конечно, ваше имя знает всякий, но мы, американцы, вас никогда не слышали. Вы впервые побаловали нас приездом, а пластинок ваших у нас нет. Так что предварительно писать о вас нам очень трудно. Я лично буду на вашем концерте», пообещал он. «У вашего искусства много друзей, но и врагов немало». Он, видимо, стеснялся дать мне понять, что боится писать в кредит. Я пошел ему навстречу. «Не беспокойтесь об этом», весело сказал я. «Писать ничего не нужно. В конце концов, пресса, как доктор, требуется только тогда, когда пациент болен. Я привык говорить с публикой лично, так сказать». «В Америке любят напор», редактор улыбнулся. «Если вы окажетесь хотя бы только наполовину тем, что говорят о вас ваши менеджеры и ваши поклонники, моя газета всегда будет открыта для вас», сказал он, пожимая мне руку. В день концерта я, естественно, волновался больше, чем обычно. Мне предстоял последний и самый трудный экзамен. Кому нужны в этом огромном, чужом, деловом, вечно спешащем городе мои песни? Такие русские, такие личные и такие печальные. Что им до меня, думал я. В голове у меня вертелись грустные строчки из Георгия Иванова. Даже больше. Кому это надо? Просиять сквозь осеннюю тьму и деревья заглохшего сада широко шелестят. Никому. Конечно, никому, с отчаянием думал я. Вечером в кассе был аншлаг. На концерте был весь цвет русского артистического мира. От милого Федора Ивановича, который ободряюще подмигнул мне из крайней ложи, до ничего не понимающего Бинго Кросби, которому сказали, что я Russian крунер и что ему нужно меня послушать. Тут были и знаменитые музыканты, и художники, и фильмовые режиссеры, и актрисы кино, и наши русские артисты, застрявшие в Америке. Были Рахманинов, Зелотти, Балиев, Болеславский, Рубен Мумулян, Марлен Дитрих, с которой я познакомился еще в Париже. Много балетных Мясин, Баланчин, Фокин, Немчинова. Оставалось только хорошо петь, что я и старался делать по мере моих сил. Окончательно мы подружились с публикой на чужих городах. Я тогда еще не был особенно тверд в этой песне, так как написал ее перед самым отъездом из Европы, еще не имел случая ее попробовать на публике. Очевидно, она задела самую больную струну в их сердцах, потому что реакция на нее была подобна урагану. За кулисами в антракте у меня толпился народ. Первым вошел редактор Форвардса. Моя газета к вашим услугам, искренне и горячо сказал он, сжимая мне руки. Мы ведь не виноваты в том, что провинциалы, шутя оправдывался он. Европа забрала все к себе, зато теперь мы вас знаем. Я был вполне удовлетворен. Меня окружили друзья. Шаляпин звал ужинать и шутил, что много не пропьем, только то, что сегодня у тебя в кассе. Бориславский знакомил меня с Бингом Кросби. Марлен Дитрих расспрашивала о Казанове и парижских друзьях. Десятки дружеских рук тянулись ко мне. Приветствия, приглашения, улыбки. Закончил концерт я песней о нас и о родине. Когда я спел, а она цветет и зреет, возрожденная в огне, и простит, и пожалеет и о вас, и обо мне, я думал, что разнесут театр. Аплодисменты относились, конечно, не ко мне, а к моей родине. Если от Австрии остается на всю жизнь в памяти музыка вальсов, от Венгрии чардашей и страстной волнующей мелодии скрипок, от Польши мазурки и краковяки, от Франции легкие напевы уличных песенок, то от Америки остается только ритм, вечный счет какого-то одного и того же музыкального шума, мелодию которого вы никак не можете запомнить и который вам в то же время надоел до ужаса. Происходит это потому, что джазовая музыка необычайно монотонна, несмотря на все разнообразие и богатство аранжировок, и в конце концов от нее у слушателя ничего не остается ни в голове, ни в сердце. Звучать она начинает с утра по радио и преследует вас целый день, где бы вы не находились до самой ночи. Под нее взрослые делают свои дела в офисах, конторах и магазинах, под нее дети готовят уроки и засыпают под нее же. Создали эту музыку негры и заразили ею весь мир. Америка целиком находится в ее власти. Конечно, нигде в мире нет такого количества джазовых оркестров, как там, и почти все они очень хороши. Не говорю уж об оркестрах таких звезд, как Поль, Уайтман, Тед, Льюис, Дюк, Эрлингтон и других. Даже малоизвестные, случайно собранные оркестры играют обычно превосходно. А самые лучшие джазовые музыканты, конечно, негры. У них врожденное исключительное чувство ритма и абсолютная музыкальность. Поют они просто восхитительно, в особенности в дуэтах, трио и квартетах, где их гармонизация поражает своей оригинальностью. Каждый год устраиваются большие конкурсы для джазовых симфоний, где из множества произведений выбирают самую интересную вещь, наиболее ярко отражающую тему современности. Одну такую симфонию Бродвея мне привелось услышать в Нью-Йорке в исполнении нескольких соединенных оркестров. Впечатление на меня она произвела потрясающе. Шум великого многоголосого города, его ритм и движение были переданы с исключительным мастерством от гудков фабричных сирен и автомобилей до шума уличной толпы включительно. Успех она имела огромный. Но, хотя композиторов в Америке много, вы почему-то на всех нотах читаете обычно одни и те же фамилии авторов. В Нью-Йорке, например, почти все шлягеры принадлежат творчеству некоего Эрвина Берлина. Не думайте, что он написал все эти вещи сам. Нет. Но он купил их у неизвестных авторов за гроши, переделал и выпустил под свои фамилии и со своим портретом. Если вещи пошли, он заработал, если нет, немного потерял, ровно столько, сколько стоит бумага и печатание. Но зато, если из ста купленных вещей пойдут только две или даже одна, то и это уже такой огромный доход, который покрывает все и дает большую прибыль. У этого же Эрвина Берлина или Руди Вали на Бродвее целые офисы, в которых сидят десятки машинисток и других служащих и работают целые дни контора по покупке и продаже музыки. Купить и продать можно, а воровать музыку нельзя. Для этого есть музыкальные детективы, которые следят за новыми произведениями, если дело доходит до суда, уличают автора в плагиате, так сказать, официально. Но эти правила касаются только американской и европейской музыки, зарегистрированной в союзах композиторов. Что же касается музыки русской, например, то воровать ее можно сколько угодно, очевидно, за дальностью расстояния. Американские джазовые композиторы сплошь и рядом черпают свое вдохновение из цыганских и других романцев и довольно беззастенчиво пекут из них свои шлягеры. Очень часто, прислушиваясь какой-нибудь песенке, узнаешь в ней знакомые куски или даже целиком заимствованные мелодии. Вот, например, хотя бы модный напев «Yes, my darling daughter». Разве это не наше украинское «Ой, не ходи гритю, тай на вечерницу». Но это еще пустяки. Джаз не стесняется ни с какой музыкой вообще, ни с какими музыкальными величинами. В Америке переделывают на фокстроты все – Шопена и Бетховена, Чайковского и Рахманинова, кого угодно, если только он не записан у них в Союзе. Некоторые наши балетные артисты Фокин, например, Баланчин и другие, долго пытались создать в Америке постоянный балет, наподобие того, который был в свое время создан во Франции под названием «Балет де Монте-Карло». Очень долго затеей это осуществиться не могла. Аплодируя монте-карловскому ансамблю во время его гастрольных приездов в Америку, заполняя до отказа театры, американцы, тем не менее, своего постоянного балетного театра заводить не хотели. Все попытки в этом направлении проваливались много лет подряд. Идея создания американского национального балета, увы, не находила отклика. Тогда у меня сложилось даже впечатление, что ревю с участием «Бьюти Гарлз» вполне заменяет американцам балет. Работали эти несчастные герлз как машины. Обычно выступления их проводились в кино между сеансами. Кино начиналось в 12 часов дня и кончалось в 12 часов ночи. Все это время девушки находились в театре в костюмах и гриме, там же ели и дремали на кушетках в ожидании своего номера. При театрах есть буфеты и артистические уборные. Но в театр «Герлз» должны являться в 8 утра, потому что до 12 дня они репетируют, готовя программу на следующую неделю. Таким образом, рабочий день каждой такой девушки составляет 16 часов. Получает девушка примерно 100 долларов в месяц. Она не видит ни солнца, ни свежего воздуха. Проработав так лет пять, она выходит обычно из этих театров уже сильно подурневшей и часто больной. Карьера ее кончена. На смену ей идут другие девушки, свежее и моложе. Большим событием для Нью-Йорка было исполнение русскими артистами, приглашенными дирекцией Метрополитен опера, нашумевшей оперы Шостаковича Леди Макбет Мценского уезда. Мне, к сожалению, не пришлось быть на этом спектакле, но отзывы о нем были восторжены. В Нью-Йорке довольно много русских артистов, которые остались в свое время там, отстав от своих труп, с которыми когда-то гастролировали в Америке. Кто приехал с балетом, кто с летучей мышью Балиева, кто с пражской труппой художественников, некоторые приехали из Европы сами, были среди них оперные певцы Черкасский, Петипа, Мария Куренко, были драматические Хмара, Павлова, Кедрова, много балетных. Некоторые получили уже американское гражданство и остались там на постоянное жительство, другие вынуждены были уехать в Европу и спустя некоторое время, выждав необходимые сроки для натурализации, возвращались снова. Время от времени там устраивались оперные спектакли, шли пьесы новых советских авторов, ставились балеты. В Метрополитен опера есть русские певцы и певицы, в больших мюзик-холлах много балетных артистов, иногда целые русские трупы, в кабаре и ресторанах с программой много русских номеров. Когда-то в Америке гремел и получал огромные гонорары знаменитый русский плясун Семен Караваев. Я знал его еще до эмиграции. Действительно, плясал он бесподобно, делая такие вертуны и волчки, что дух захватывало, а его чечетка по ходу танца была вне всякой конкуренции. Потом он сошел со сцены. Его убили негры, которые пляшут степ-танцы, так что за ними не угнаться. Многие балетные пооткрывали там свои студии и давали уроки американцам. В Нью-Йорке, например, имели студию московской балерины Мария Юрьева и бывший московский премьер Вячеслав Свобода. Большим успехом пользовались там наши русские художники. Много работал по декоративной части московский художник Судейкин, молодой и талантливый роман Шатов, знаменитый Борис Григорьев. Незадолго до моего отъезда устраивал выставку своих полотен сын Шаляпина Борис Шаляпин. Американские миллионеры охотно заказывали свои портреты русским художникам и платили за них большие деньги. Впрочем, далеко не всем художникам жилось хорошо. Наш московский художник Александр Кайранский, например, говорил, что две недели в месяц он моет посуду в ресторанах, потому что в Америке спрос на черный труд довольно велик, а две недели работает у себя в студии. В Нью-Йорке мне довелось встретить старого своего приятеля, художника Давида Бурлюка. В то время он, к сожалению, почти отошел от живописи и работал в советской газете как журналист. У меня еще хранится его рецензия о моих концертах под заголовком «Цветок из чужого сада», в которой он сожалеет о том, что я не пою на родине и отдаю свои силы чужим. Есть в Нью-Йорке еврейский театр с довольно крупными силами, среди которых и старые мои знакомцы по Одессе, Харькову, Киеву, Клара Юнг Павел Баратов и другие. Кино занимает умы многих людей, особенно тех, кто надеется сделать себе карьеру. Да и вообще в Америке ничем так сильно не интересуется, как кино. Женщины, хотя бы раз в жизни попробовавшие себя в фильме, пусть даже в самой крошечной роли, уже ни о чем другом говорить не могут и думает только о том, как обратить внимание на себя и свою внешность. Не удивляйтесь, если вы встретите совершенно незнакомую вам женщину, которая вдруг укоризненно говорит вам, грозя пальцем. Ай-яй-яй, нехорошо не узнавать знакомых. Простите, удивленно бормочете вы, и я не могу вас припомнить. Ах, вот как, вы не можете припомнить. А еще ухаживали, цветы посылали. Издеваясь, продолжает она. Истязание это заканчивается тем, что дама, наконец, называет фамилию женщины, которая действительно когда-то нравилась вам, и с которой вы были хорошо знакомы. Но, но ведь это же не она. Вы вглядываетесь в ее лицо и с трудом начинаете отыскивать в ней когда-то знакомые черты. Постепенно вы соображаете, в чем дело. Дело в том, что она сделала себе пластическую операцию для кино, чтобы быть еще красивее. Она спилила горбинку носа и укоротила его, подрезала мочки ушей, вырвала ряд совершенно здоровых, но чуть-чуть неправильных зубов и вставила вместо них новые, большие, блестящие, вшила себе в веки длинные черные ресницы, не говоря уже о том, что подрезала грудь, чтобы округлить ее форму. Конечно, вы можете смотреть на нее целый год, и все равно никогда не догадаетесь, что эта молодая особа, напоминающая восковую куклу из парикмахерской витрины, и есть ваша знакомая, какая-нибудь Людочка или Олечка, которую вы знали чудесной и хорошенькой всего два-три года тому назад, где-нибудь в Берлине или Париже. Но, увы, это она, каких только жертв не приносится на алтарь искусства. А самое обидное то, что это проклятое искусство даже не ценит этих жертв. До операции Олечку эту приглашали иногда знакомые режиссеры на небольшие ролики и даже обещали выдвинуть, а теперь, как назло, никто не приглашает. Я никогда не забуду одной маленькой пятилетней девочки, которая, увидев пришедшую в гости только что сделавшую себе операцию носа мамину подругу, бросилась к матери со слезами и закричала «Мама, у тети Кати нос умер!» Мать ее сначала успокоила, а потом строго сказала, что о покойниках нельзя напоминать родственникам, потому что это бестактно. Во время моего пребывания в Нью-Йорке состоялся знаменитый матч бокса между немецким боксером Шмеллингом и американским чемпионом Максом Бейером. Вся Америка, затаив дыхание, следила за этим состязанием. Ставки на одного и другого доходили до десятков миллионов. На время этот матч затмил все остальные события, и газеты ни о чем больше не писали. Немцы волновались невероятно. На пропаганду своего фаворита они тратили большие деньги. Страсти разгорались с каждым днем и часом. В день матча, собравшего несметную толпу и миллионы в кассе, на улицах были поставлены громкоговорители, оповещавшие толпу о каждом движении состязавшихся. Шмелинг долго готовился к этому матчу и готовился по-немецки серьезно и тщательно, изучая своего противника в течение долгого времени. Говорят, что он скупил все фильмы, снятые во время матча Бейера с другими боксерами, и по этим фильмам изучал его манеру, его стиль, его преимущества и слабости, высчитывая и взвешивая силу его ударов. Мне довелось попасть на этот матч, заплатив за билет пятьдесят долларов. Я не любитель бокса, меня интересовал не столько сам матч, сколько то, как реагировала на него толпа. Такого бешеного азарта, такой ярости, такого рева я никогда в жизни не слышал. Было страшно сидеть на этом огромном залитом светом стадионе. Победил Шмелинг, немцы торжествовали. Американцы уходили с крыжища зубами от ярости. Женщины плакали. Я взглянул в лицо Шмелинга. Оно было синее и опухшее, как лицо утопленника. Газеты писали о народном торжестве в Германии, том, что немцы не отходили от радио всю ночь, помещали интервью с его женой, киноактрисой Ани Ондра. Гитлер прислал ему поздравительную телеграмму. Триумф был полный. Приблизительно месяца через два произошло второе событие, взволновавшее всю Америку и снова поставившее в центр общественного внимания немцев. Это был процесс Кауфмана, убийцы ребенка Линдсберга. Убийца долгое время был неуловим. И, наконец, в 1935 году его поймали и судили. Преступник защищался с невероятным упорством. Лучшие адвокаты Америки стояли за его спиной, щедро оплачиваемые кем-то. Огромные деньги были брошены на то, чтобы добиться его оправдания или хотя бы как-нибудь преуменьшить впечатление от этого процесса. Но улики были неопровержимы. В радиоприемнике Кауфмана нашли все деньги, полученные им в виде выкупа за ребенка от несчастного отца. Номера их были заранее записаны. Правосудие восторжествовало. Кауфмана казнили. Поздравительные телеграммы фюрера на этот раз не последовало. Из Нью-Йорка я уехал в Сан-Франциско. У меня был ангажемент на ряд концертов в Калифорнии. По приезде на вокзал прямо с поезда мы сели в Феррибот, нечто вроде большого парома, который и перевез на ту сторону залива в город. На пароме приехали журналисты и фотографы. Опять я должен был сообщать свои впечатления об Америке, без которых не обходится ни одно интервью. На этот раз фотографы не так спешили и не хватали меня за лицо, поворачивая в сторону, нужную для снимка. Среди журналистов были сотрудники русских газет. В огромном отеле Сан-Франсис я беседовал с ними в холле, отвечая на ряд вопросов, ничего общего с искусством не имеющих, но тем не менее интересующих любознательных американцев. Например, какой город лучшее, Нью-Йорк или Париж? Какую киноактрису я люблю больше всего на свете? Волнуюсь ли я перед выходом на сцену? Сколько любовных писем я получаю в день? Все эти вопросы мне быстро надоели, и я сбежал от корреспондентов в свой номер, оставив им на растерзание своего менеджера. Через несколько дней был мой первый концерт. У меня было свободное время, и я решил по совету друзей осмотреть город. Сам по себе Сан-Франциско ничего интересного не представляет. Все города Америки похожи один на другой. Расположен город так, что открыт всем четырем ветрам океана, поэтому он обдувается со всех сторон. Даже летом там бывает холодно. Как и во всех городах Америки, кроме магазинов и кино в нем ничего нет, поэтому жить там довольно скучно. Зато окрестности тонут в зелени, много деревьев и цветов. Все это окружено белыми и желтыми вилами типа испанских домиков средневекового стиля, сплошь увитых желтыми, белыми, красными розами и причудливыми фонариками из разноцветных стек. Русская колония там очень большая, почти такая же, как в Нью-Йорке, если не больше. Все служат, все работают на фабриках, в магазинах, в офисах. Работа скучная, состоятельных людей почти нет. Одна моя знакомая, которая служит на фабрике женских платьев, восемь лет уже делает один и тот же шов на левом рукаве и никогда не видела целого платья. Другой приятель работает на консервной фабрике и тоже лет пять уже делает одно и то же движение. Он прижимает ключ для открывания коробки узенькой жестяной пластинкой. Палец на правой руке у него как деревянный. А третий знакомый работает на колбасной фабрике, где из поступающей в машину живой свиньи через час или полчаса выходит уже готовая колбаса. Его обязанность чистить свиной пятачок особой щеточкой. Сан-Франциско есть небольшой клуб, в котором русские собираются по субботам. Раз в год устраивается большой бал в пользу русских инвалидов жертв мировой войны. Русские дамы очень стараются и собирают обычно большие суммы денег, которые отсылают потом в Париж в союз инвалидов. Собравшие больше всех денег получают титул королевы русской колонии, что немало способствует соревнованию между дамами. Люди, с которыми мне приходилось там встречаться, произвели на меня самое лучшее впечатление. Все они очень гостеприимны, все тоскуют по родине. Концерты мои прошли удачно и на время всколыхнули обычно монотонную жизнь колонии. Из Сан-Франциско я отправился в Голливуд. Кто только не встречал меня на вокзале. Бывший адмирал, бывший журналист, бывший прокурор, бывший миллионер, бывший министр, бывший писатель. И все бывшие, бывшие, бывшие. Бывшие потому, что генерал держит теперь ресторан, а адмирал фотографию, прокурор комиссионный магазин, журналист служит поваром, а миллионер отпустил черную бороду и в кавказской черкеске с кинжалом стоит у дверей ресторана и открывает двери гостям. Зачем приехали в Голливуд эти люди? Чего искали они здесь? Каким ветром занесло их в такую даль на край света? И какой путь проделали все эти московские, ростовские, новороссийские жители, прежде чем попали туда? Трудно ответить на этот вопрос. Русский человек, потерявший родину, уже не чувствует расстояние. Кроме того, ему нигде не нравится и все кажется, что где-то лучше живется. Поэтому за годы эмиграции мы стали настоящими бродягами. Раз жить не у себя дома, так не все ли равно где? Мне вспоминаются слова Марины Цветаевой. Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть. Все эти русские в Голливуде группируются вокруг киномира. Большинство работает статистами, другие же, кто работает в костюмерных, кто в фотографиях, кто служит гримером, кто по части лошадиного спорта. Голливуду нужны тысячи специалистов в самых разнообразных областях для различных постановок. Нужны инженеры, механики, архитекторы, парикмахеры, наездники, музыканты, фотографы, осветители, дрессировщики зверей, атлеты, акробаты, имитаторы, звукоподражатели, великаны, лилипуты, уроды, калеки. Сотни фильмов, самых разнообразных сюжетов, проходят ежегодно через студии Голливуда. При мне ставился фильм с таким сюжетом. «Какой-то содержатель труппы ярмарочных балаганных аттракционов, всяких женщин с бородой, сросшихся близнецов, карликов и прочих, зафрахтовал корабль, чтобы вести свою труппу по свету. Корабль терпит крушение, и вся эта масса уродов и коллег выброшена на необитаемый остров. Что было дальше, я не помню, но для этого фильма со всего мира собирали всяких монстров и уродов. Навезли их в Голливуд сотни. Многие из них по окончании фильма остались в Голливуде, в надежде, что когда-нибудь их услуги еще понадобятся. В большинстве голливудцы живут от картины до картины. Главный, собственно, единственный источник существования, это фильм. Почти в каждом фильме нужна толпа, иногда очень многочисленная, поэтому статисты всегда требуются. Целый день вся эта публика сидит дома в ожидании телефонного звонка. Если на завтра нужна толпа, заведующий отделом, у которого записаны телефоны всех статистов, телефонирует и предупреждает завтра к шести утра. Это означает заработок от 10 до 25 долларов в зависимости от того, что нужно. Если светскую толпу, значит, нужны фраки, вечерние платья, тогда платят дороже. Если уличную, значит, в чем попало, это дешевле. Позвонить вам могут в любой момент до пяти часов вечера. Все сидят дома, боясь пропустить звонок и потерять заработок. Поэтому днем улицы Голливуда совершенно пусты. Все или заняты в ателье, или сидят дома и ждут. В общем же, Голливуд глубоко провинциален. Все интересы там вертятся вокруг фильмов. Жить там скучно. Однажды мой менеджер влетел ко мне очень взволнованный и сообщил, что я удостоился редкой чести. Получил приглашение в знаменитый Голливуд Морнинг Брекфаст Клаб. В руках он вертел толстый конверт, который торжественно протягивал мне. Я вскрыл его. На великолепном куске Александрийской бумаги были нарисованы примитивные козлики с лошадками и курочки с петушками. Дальше было написано, что правление ГМБК просит меня почтить их своим посещением и выступить у них такого-то числа во время утреннего завтрака. Я равнодушно повертел конверт в руках и осведомился. На кой шут мне такое приглашение? Менеджер был возмущен. «Безумец!» патетически восклицал он. «Он еще спрашивает зачем? Да знаете ли вы, что в этом клубе состоят членами все нью-йоркские и чикагские миллионеры?» «Ну, а дальше что?» не сдавался я. «Миллионов своих они же нам не оставят?» «Как?» «А реклама?» «А честь какая?» «Ни один русский не переступал порога этого клуба», возмущался он. «Они приглашают только мировых знаменитостей. Понимаете? Вы форменный самоубийца». И он потрясал письмом в воздухе и кипятился. «Я понял, что сопротивление бесполезно. Реклама прежде всего кричала. Надо было ехать. Самое противное было то, что явиться следовало в семь часов утра. Это меня приводило в отчаяние. Что за дурацкая идея приглашать артиста в семь утра, думал я. Никогда в жизни я еще не пел на рассвете. Но выхода не было. На другой день в шесть с половиной утра за мной заехала машина клуба и ровно в семь я уже сидел за длинным столом, за которым было человек двести и беседовал с какими-то упитанными личностями, которые старались меня развлечь. Напротив сидела французская кинозвезда Даниэль Дарья, моя парижская приятельница, и делала мне страшные глаза вся искресть смеха. Подавали всевозможные джусы, кофе, поридж, яичницу. Время от времени поднимался какой-нибудь толстяк и рассказывал невероятную ерунду из области своих семейных или любовных переживаний, пересыпая ее грубыми шуточками и словечками бродвейского арго. Почему эту ерунду надо было говорить именно утром? Потом обо мне был зачитан небольшой докладец, разъяснявший публике мой жанр и творчество, после чего мне пришлось выступать. Не будем говорить о том, как я пел. Меня легко поташнивало от этих разговоров, от вида яичницы, которые я терпеть не могу, от папирос натощак и всего этого добродушного кретинизма. Аплодировали они, тем не менее, щедро. В вечерних газетах были приведены фамилии всех финансовых тузов, бывших на завтраке, и среди этих мешков с золотом робко серела моя скромная фамилия, как бедная родственница за богатым столом. Вторым событием, произведшим на меня неизгладимое впечатление, были голливудские похороны. Как-то на одном из партий, устроенном моими друзьями по случаю моего приезда, мне пришлось познакомиться с молодой красивой американкой М. Жена одного из магнатов кинопромышленности, богатая, избалованная и по-американски независимая, она положительно не знала, что с собой делать. Актрисой она не была, муж не позволял ей сниматься, и ее время не было заполнено ничем, кроме портных парикмахеров и покупок в магазинах. Обычно она устраивала у себя партии или ее приглашали на них почти ежедневно. Как большинство таких свободных американок, она пила с утра до вечера джинн и носилась по Голливуду на своей машине, которой правила сама. Ездила она очень смело, чтобы не сказать больше. Однажды, сев с ней в машину, я дал себе слово никогда больше этого не делать. Она мчалась как гонщик на состязании. Вы когда-нибудь убьетесь, дорогая, сказал я ей. М только рассмеялась. Это будет самым лучшим выходом из моего положения. Она была разочарована. пустая, бессмысленная и бесцельная жизнь богатой и ничем не занятой женщины. По-видимому, тяготила ее. Иногда я рассказывал ей о советской России, о том, как трудится там женщина. Она слушала, полуоткрыв рот, мечтательно вздыхая. Однажды ночью, после одного из таких партий, она, находясь под сильным влиянием алкоголем, села в машину и разбилась. На другой день ее хоронили. Я послал ожерелье из Гордынии и поехал в фенераль-бюро, где были назначены похороны. В большом, похожем на католический собор, сводчатом зале собрался весь Голливуд. Артисты, писатели, художники, директора, все, кто был так или иначе связан с деятельностью ее мужа, пришли отдать Эм последний долг. Люди разместились на дубовых скамьях и тихо разговаривали, обсуждая происшедшее. Перед нами было что-то вроде сцены или эстрады, задернутой толстой бархатной занавесью. Минут через десять раздался удар Гонга. Занавес раздвинулся и перед моими глазами предстала живая покойница. Она сидела, положив ногу на ногу, на табурете за стойкой бара и держала в руке бокал. Сзади стоял живой бармен и наливал что-то в коктейльницу. Она была причесана, нарумянина, напудрена, в длинном вечернем платье, широко открытыми глазами и улыбалась страшной неживой улыбкой. На шее ее было мое ожерелье. Я каменела от ужаса. Потом, много позже, мои друзья объяснили мне, что в Америке, когда похоронное бюро берется за похороны, оно спрашивает родственников, в каком виде вы хотели бы видеть покойницу в последний раз? Если женщина была хозяйкой, ее показывают в домашней обстановке, если она была хорошей матерью и любила детей, в детской и так далее. В данном случае киномагнат, привыкший видеть свою жену всегда за стойкой бара, хотел, чтобы именно в таком виде предстала она перед ним в последний раз. Была мертвая тишина. И вдруг с хоров полились звуки музыки. Оркестр, приглашенный из ее любимого ресторана, играл любимые вещи покойницы. Сперва очи черные, потом две гитары и, наконец, фокстроты. Через несколько минут появились лакеи, которые разносили гостям на подносах ее любимый коктейль и сандвичи. «Танцуете, танцуете», истерически выкрикивал ее муж. Она так любила танц. Между прочим, кладбище в Голливуде, наверное, самое красивое в мире. Оно представляет собой огромный парк с газонами, весь в цветах и редчайших деревьях, без единого креста или памятника. Каждая могила имеет только небольшую бронзовую доску, чуть наклонно вкопанную в землю с именем покойника и больше ничего. Вокруг цветы, плакучие ивы, пальмы. Если не присматриваться к газонам, то, кажется, это просто парк для публики. Там похоронены все экранные звезды, в свое время ушедшие из жизни. Я видел могилы Барбары Ламар, Рудольфа Валентино, Дугласа Фербенкса и других. Звезды живут в самой дорогой части Голливуда, Беверли-Хилл. Там у них собственные или снятые в наем роскошные вилы. Так полагается для рекламы. Положение обязывает и жить поскромнее звезда не имеет права. У нее должна быть роскошная машина, собственные секретари, горничные, заведующие ее рекламы и прочее. Но фильмовый век такой звезды довольно короток. Пять-шесть лет и она уже сходит со сцены. За небольшим исключением никто из них не превышает этого срока. Правда, за это время она получает бешеные гонорары, но на представительство уходят тоже бешеные деньги. Поэтому очень немногим удается накопить денег и обеспечить свое будущее. Я видел немало потухших звезд, которые нуждались. В Голливуде очень много красивых женщин, но и красивых мужчин не меньше. Все эти люди наехали сюда из разных стран в надежде на счастье. Но счастье, к счастью надо красться, зубы сжав и притушив огни, потому что знает, знает счастье, что всегда гоняются за ним. Как говорит шанхайская поэтесса Лариса Андерсон. Счастье улыбается очень редко и очень немногим. В Голливуде трудно поймать шанс. Все крупные роли играют звезды. Почти все они жены или подруги продюсеров, директоров, фильмовых магнатов или режиссеров. Держатся за свое положение они довольно цепко и никого к ролям и близко не подпускают. Все разговоры о том, что какой-то режиссер открыл такую-то звезду, это сказки для доверчивой публики или рекламы. Никаких звезд никто не открывает. Все недавно уже открыты и сияют довольно продолжительное время. Я не говорю о таких, как Норма Ширер, Марлен Дитрих, Гретта Гарбо, это звезды первой величины. Их век продолжается довольно долго. Они прочно завоевали публику и время как будто не касается их. Во всяком случае на экране. Правда, искуснейшие гримеры делают чудеса, замазывая на их лицах следы времени. Опытнейшие осветители, комбинируя контрасты света и тени, скрадывают нежелательные дефекты. И только с годами, когда все эти способы уже перестают помогать, они переходят на другие роли, более солидных и зрелых женщин. Тогда на их место продвигаются новые молодые звезды, жены и подруги директоров или продюсеров. Правда, Голливуд приглашает из Европы время от времени ту или иную звезду. Но это гастролерши. Контракт с ними делают временный и настоящего положения не дают. Это нужно для того, чтобы завоевать американским картинам тот или иной иностранный рынок. Для этого покупают любимицу или любимца данной страны и, сняв с ним ряд фильмов, пускают их на экраны его родины. При ближайшем рассмотрении звезды оказываются далеко не такими красавицами, какими мы привыкли видеть их на экране. Красота в кино второстепенна. Главное фотогеничность. Важно чтобы самый каркас так сказать лица был фотогеничен, а красоту уж вам добавят гримом и освещением. Часто очень красивые лица теряют из-за этого на экране. Вообще в Голливуде происходит обратное явление. Там звезды почти все некрасивые, а статистки красавицы. Этими куклами Голливуд наполнен до отказа. Иногда идя по улице буквально разеваешь рот, встречая девушек такой необыкновенной красоты, что дух захватывает. Но это какие-нибудь продавщицы из магазинов, или кельнерши, из кабара, или маникюрши. Они приехали сюда из далеких стран, уже ухлопали два-три года на борьбу за карьеру в фильме и разочаровались. Положение мужчин почти такое же, с той только разницей, что одни из них, имея средства, уезжают обратно на родину, ничего не добившись, а другие, так сказать, более слабые духом, устраиваются на содержание к богатым старухам, которыми кишит Голливуд. В его окрестностях есть местность Пассадина, вся застроенная особняками и роскошными вилами. Там живут вдовы миллионеров, старухи рантье, обладательницы огромных капиталов, оставленных им мужьями. Делать им абсолютно нечего, и поэтому они усыновляют интересных молодых людей, которые и водят за собой всюду, как мопсов на цепочке. Молодые люди эти всегда великолепно одеты, имеют роскошные машины и грустно глядят на голливудских девчонок. Многие из них приехали из Аргентины или Мексики, где были пастухами, гоняли по степям и прериям диких лошадей, накладывая на них лассо, словом, были простыми ковбоями. Теперь они выхолены, выстрижены, с черными узкими усиками и пальцами в кольцах, играя глазами, грустно пьют виски и бренди и вздыхают о далекой родине. Почти все они снимаются фигурантами в фильмах и все еще не теряют надежды выдвинуться. Некоторые из них женились на потухших звездах, у которых еще остались деньги. Русские были одно время в очень большой моде в Голливуде, особенно во время немого кино. Тогда в студии попало много русских музыкантов и артистов. Я встречал Михаила Бокалейникова, Макса Рабиновича, которые работали аранжировщиками, Темкина, Владимира Друкера, прекрасного трубача. Одно время работал наш харьковский виолончелист Яков Бунчук. Многие уже умерли и похоронены на Голливудском кладбище. Умер когда-то знаменитый московский опереточный артист Михаил Вавич. Умер Оскар Потокер. В Голливуде есть маленькая русская церковь, где все иконы написаны или пожертвованы нашими соотечественниками. Есть небольшой клуб. Большим успехом пользовалась наша русская певица Нина Павловна Кошец, которая, вероятно, еще помнит москвичи, обладательница чудесного голоса, настоящий русский соловей. У нее была собственная студия, она давала уроки пения голливудским звездам, иногда выступала сама на больших концертах. Я слышал ее с большим симфоническим оркестром в Голливуд-боу, в горах за Голливудом, где выстроена огромная ротонда на 20 тысяч человек. Играл Хейфиц. Нина Кошец пела из Евгения Онегина. Ее голос звучал как жемчуг, который сыплется на серебряные блюда. Успех она имела огромный. Из русских артисток видное положение занимала Анна Стен. Она играла Катюшу Маслову в воскресенье Толстого и Нана в одноименном фильме по роману Золя. Но впоследствии отношения ее с дирекцией испортились и она сошла с экрана. На ее фильмовое воспитание были истрачены большие деньги. Три года ее учили английскому языку и пению. На рекламу тратили сотни тысяч. Она не оправдала каких-то возлагавшихся на нее надежд и о ней замолчали. Имел успех Аким Томиров бывший актер художественного театра. Снимался иногда Иван Лебедев. Русские приблизительно все находятся в равном положении поэтому живут довольно мирно не ссорясь и не завидая друг другу. Но зато если кому-нибудь удастся хоть немного выдвинуться и занять хоть маленькое но положение он уже спешит отгородиться от своих соотечественников и ищет исключительно американского и иностранного общества боясь потоков просьб и одолжений. Редким исключением была наша русская Таня Таттль жена режиссера Франка Таттля дочь артистки Евдокии Смирновой. Она была на редкость отзывчива и добра и очень много делала для русской колонии. Она немного занималась фильмовой режиссурой и мечтала поехать в Советскую Россию работать. Голливудские фильмы ее не удовлетворяли. Она считала, что настоящая интересная и культурная фильмовая работа делается только в СССР и нигде больше. Был конец октября, когда я решил уехать в Китай. Огромный японский пароход Чичи Бумару увозил меня из Сан-Франциско. Публика состояла исключительно из японцев, возвращавшихся на родину, и кроме меня европейцев не было. У меня было достаточно времени, чтобы обдумать многое. Я радовался одиночеству. На Гавайях в Гонолулу я любовался бирюзовой прозрачной чистотой океана. Смотрел, как ныряют в воду смуглые, великолепно сложенные туземцы, когда им бросают монету. Смотрел на красивых гавайских девушек, увешанных ожерельями из роз, гвоздик и магнолий. Смотрел их чувственные и в то же время стыдливые танцы, слушал прелестную и тоскующую музыку гавайских гитар, рассматривал диковинных рыб в морском музее и вспоминал слова Георгия Иванова из моей песни. Над розовым морем вставала луна, во льду зеленела бутылка вина, и томно кружились влюбленные пары под жалобной рокот гавайской гитары. Через день мы уже плыли дальше в таинственный далекий Китай, известный мне только по сказкам Андерсона. Китай. В Китае я застрял надолго. Близость советской границы рождала в сердце смутные и неясные надежды. Когда началась Вторая мировая война и чувство любви к родине особенно обострилась в сердцах всех честных русских людей, надежды эти еще возросли. Победы советских войск вызвали в душе моей гордость, смешанную со все усиливающейся тоской по Отечеству. Правда, такие чувства испытывали не все. Помнится один знаменательный вечер в Шанхае. По примеру, Парижа, где ежегодно устраивались выборы самой красивой девушки страны мисс Франции, потом мисс Европы, было решено, чтобы не ударить лицом в грязь и не отстать от века, тряхнуть своими эмигрантскими ресурсами и выбрать из представительниц русской колонии мисс Шанхай. Организовала этот конкурс инициативная группа местного журнала «Уединение». В лучшем саду города, в ресторане Аркадия, на открытой эстраде, стоял длинный стол, покрытый коврами. На нем бутылки с квасом и огромные вазы цветов. Уединенцев было всего-навсего пятеро. «Война», возмущенно говорили они со страниц своего журнала, «а нам какое дело? Пусть воюют военные, а мы эстеты». В составе жюри был весь цвет шанхайской интеллигенции, титаны зарубежной мысли, вожди и пророки, соловьи и разбойники. Мир раскалывался пополам, полыхали пожарища, тонны бомб сыпались с неба, горели города и села, родина обливалась кровью, а уединенцы восседали за судейским столом, полные сознания своего гражданского долга, придав своим лицам соответствующее выражение крайне озабоченное и строгое. На этот конкурс они пришли солидно, по-семейному, с мамами, со своими преподобными женулечками, побоявшись их отпустить при наличии такого соблазна. Женулечки распупырились в дым и гордо выступали, торжественно ведомые своими мужьями и садились за судейский стол с тем же каменно-величественным видом. Все были свои. Некий Эдуард Иванович, старый театральный жук, на пуантах перепархивал, как птичка от столика к столику и, лукаво грозя дамам мизинчиком, говорил, «Я не знаю, ей богу не знаю, ведь все же зависит от вас, кого изберете вы». «Ладно, знаем мы вашу лавочку», подмигивали гости. Вместе с хладными билетами публике выдавались розовые талоны для избрания королевы. Но все прекрасно знали, что изберут ту, за которую кто-то больше заплатит, то есть купит ей на какую-то сумму талонов отдельно. В кассе их можно было покупать свободно. Пока переваривались бифштексы и поджарки, народ безмолвствовал. Ждали. Сразу же за эстрадой начинались курятники. Чтобы не переплачивать на базаре, хозяин ресторан разводил тут кур, гусей и индюшек. В этом курятнике и томились будущие королевы в ожидании своего выхода. Курятник был предоставлен им в качестве артистической уборной. Цыплята пищали, гуси гоготали, куры кудахтали. Это нервировало будущих королев. Они брезгливо сидели рядышком на высоких табуретках из бара, как куры на насесте, ибо на стуле сидела публика. Высоко задрав свои вечерние платья и отбиваясь сумками и зонтиками от гусей, они были близки к истерике. Девиц было много. Все они не могли оторвать глаз от созерцания собственной красоты, глядя в единственное зеркало на стене курятника, заботливо повешенное любезным хозяином. Выбор предлагался большой. Крашенные перекисью блондинки, по-испански раздраконенные брюнетки в кольцах и загогулиных на висках, пышные шатенки с немытыми распущенными волосами русалок, все они поднимали невообразимый шум. «Коля, Колечка!» кричала одна. «Прогоните этого лебедя, он мне чулки рвет!» «Боже мой!» вопила другая. «Я во что-то вступила ногой, тряпку, ради Бога тряпку!» «Сеня, дайте ей валерьянки!» умолял кого-то мужской голос. Ровно в десять вечера грянул марш. Заседание объявили открытым, жуликоватый парень с манерами неглиже, с отвагой размашисто и небрежно выталкивал, как котят из мешка оробевших девиц, на залитую светом площадку и тоном зазывалы ярмарочного балагана оповещал. «Нумбер ван мисс Аспазия Нумбер ту мисс Амфибия У-у-у-у-у», стонала публика, «где достал такую страшенюгу? Нумбер три мисс Патенция Коняга какая-то», удивлялись публики. Девицы были засекречены псевдонимами. Номер фор! Мисс Гарантия! На площадке, освещенной прожекторами, стояла девица в платье из черного крепа, отделанном серебряными аппликациями. Она была немилосердно худа и всем своим видом напоминала черный купеческий гроб, отделанный глазетом. «Почему она в трауре?» — допытывалась публика. «Это вдова неизвестного солдата», — пояснял кто-то. «Намбер сикс, мисс Гипотенуза!» Щуплая девица, завитая мелким барашком, едва держалась на своих макаронних ножках. От волнения света прожекторов и долгого сидения в курятнике она была близка к обмороку. «Мошенники, жулики, арапы!» — неслось из публики. «За что деньги берут? Это же мымры какие-то!» Девицы цепочкой пробегали по кругу, уже ни на что не надеясь. Напрасно вершители судеб уговаривали в микрофон голосовать за своих кандидаток. Публика бушевала, талонов своих зрителей не отдавали никому, ибо все более или менее интересные девушки сидели в публике как гости и на конкурс не шли. Атмосфера сгущалась, пахла грозой. И вдруг совершилось чудо. К судейскому столу неспеша подошел толстый китаец, один из очень известных спекулянтов, владелец нескольких меняльных контор на банде. «Фазан! Фазан пришел!» — зашептали в публике. Он действительно был похож на жирного фазана. «Наша мадама вончи мисси!» «Моя дама хочет быть мисс!» — спокойно улыбаясь, заявил он с трудом, изъясняясь на ходячем русско-английском жаргоне. «Хав матч! Сколько стоит?» Достав из кармана своего засаленного халата толстый бумажник, он начал отслюнивать деньги. Откуда-то из-за его круглой широкой спины неожиданно вывернулся сияющий Эдуард Иванович. «Плиз! Ради Бога! Плиз! Прошу вас!» Извиваясь и присмыкаясь, кланялся он, истекая нежностью к своему спасителю. Спекулянта подхватили под руки, и как архимандрита в алтарь повели в кассу. Через десять минут большинством голосов была выбрана его дама. Русская по национальности, она, увы, оказалась проституткой по профессии. Суд заканчивался. Боги, кряхтя, слезали с Олимпа и усаживались за бесплатные угощения. Эдуард Иванович отирал трудовой пот с высокого лба. Всходила луна, подавали поджарку. Мир раскалывался пополам. Все это, и, увы, многое другое, в том же роде, мне пришлось повидать в годы эмигрантских скитаний. Эпилог. Больше десяти лет прошло с того дня, когда я вновь вступил на землю своей родины. Впервые после двадцатипятилетнего пребывания в эмиграции. Много воды утекло за это время. Многое изменилось. Для меня лично главные перемены заключаются в том, что из эмигранта, вернувшегося на родину, я превратился в настоящего советского гражданина, известного советского актера. А это большая честь, которую надо заслужить. И я заслужил ее упорным трудом. Я хожу по родной земле, как равноправный член большой и единой семьи советских людей. И одинаково со всеми считаю себя хозяином своей страны. Вместе со всеми я радуюсь открытию Волгодонского канала. И вместе со всеми волнуюсь, приживутся ли липы, высаженные осенью на улице Горького. Я прожил за границей двадцать пять лет. Я жил лучше многих и прилично зарабатывал. В моих гастрольных поездках по белому свету я останавливался в первоклассных отелях, спал на мягких постелях, окруженные максимальным комфортом. И двадцать пять лет мне снился один и тот же сон. Мне снилось, что я, наконец, возвращаюсь домой и укладываюсь спать на старый мамин сундук, покрытый грубым деревенским ковром. Неизъяснимое блаженство охватывало меня. Наконец, я дома. Вот, что всегда значила для меня Родина. Лучше сундук дома, чем пуховая постель на чужбине. Вероятно, я буду долго жить. Так утверждают, по крайней мере, мои знакомые. Почему? Потому что меня очень часто хоронят. Занимаются этим главным образом зарубежные газеты и журналы. Зачем? Вероятно, от скуки или от недостатка сенсации. Я вернулся на Родину в 1943 году. И в первый же год моего возвращения зарубежная пресса писала, что меня расстреляли на первой же пограничной станции. Года через два я был замучен в застенках ГПУ. Еще через год оказалось, что я жив, но голодаю и торгую газетами около Моссовета. Вскоре я все-таки умер. Не то от голода, не то от плохой торговли. Что, собственно, легко могло бы случиться, ибо частной торговли у нас нет, и газетами торгуют киоски «Союз Печать». Наконец, однажды утром мне позвонил американский корреспондент Эдди Гильмар. Очень приятный и талантливый человек, с которым я был хорошо знаком, и от души, смеясь, сказал. «Я только что получил из Америки телеграмму. Просят дать подробности ваших похорон в Москве. Последние дни я был в отъезде, и поэтому не в курсе дела. Вот я и решил обратиться непосредственно к вам за этим делом». Я ответил, как Марк Твен. «Слухи о моей смерти несколько преувеличены. Мы посмеялись вместе, и на этом разговор закончился. С тех пор меня не хоронят. Вероятно, забыли. А я не забыл Америку. У меня когда-то было много друзей и в Нью-Йорке, и в Голливуде. Где они теперь? Как живут? Я был бы рад что-нибудь узнать о них. Хорошие друзья не забываются. А я живу, и живу неплохо. Пою в год 100-150 концертов. За 14 лет я спел на родине около двух тысяч концертов. Страна наша огромна, и все же я успел побывать везде. И в Сибири, и на Урале, и в Средней Азии, и в Заполярье, и даже на Сахалине. Не говоря уже о среднеевропейской ее части. Во многих городах я бывал по 4-5 раз. Я пою в театрах, в концертных залах, во дворцах культуры, а иногда на заводах, на стройках, в шахтах. Недавно в Донбассе я пел под землей для шахтеров во время обеденного перерыва. Они подарили мне шахтерскую лампочку с выгравированной на серебряной дощечке теплой и дружеской надписью. Я ею очень горжусь. Кроме концертов, я много играю в кино. В последние годы я сыграл в картине Скандерберг, роль великого дожа Венеции, в ванне на шее по Чехову, роль губернатора, в картине Пламя гнева, роль польского посла при дворе Гетмана Украины. На днях выходит фильм «Кровавый рассвет» по повести украинского писателя Катюбинского Фата Моргана с моим участием. Сейчас буду сниматься в фильме Олега Дундич в роли французского генерала Жобера. Живу в Москве, на улице Горького, в самом центре. У меня большая хорошая квартира. Когда я приехал в Москву в 1943 году, у меня была только одна дочь, рожденная в Шанхае. Ей было четыре месяца. А вторая родилась уже здесь, на родине. Теперь они выросли. Так я живу у себя на родине и работаю. Народ меня принимает тепло и пока не дает мне уйти со сцены. Концерты мои переполнены до отказа, на днях буду напевать новые пластинки. Даже постареть некогда. А на это ведь тоже нужно время. 1942-1957 годы